Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 октября 2016 года, вторник По одному из старинных 21 день месяца божественного начала 7525 лета, пятница Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Благо для каждого, путь выхода из цивилизационного тупика И автор соведущая, соведущий Ярослав Старухин Здравия тебе, Ярослав Здравия, еще как тебе обращаться, добрый молодец? Ко мне обращайся, Алексей Я думаю, так проще будет и все Хорошо Я первый раз слушаю Да Итак, тема достаточно такая интересная Благо для каждого Путь выхода из цивилизационного тупика Очень обширный, на мой взгляд И говорить, наверное, на нее можно И долго, и обширно Со всех точек зрения рассматривать И с точки зрения технологий, с точки зрения мировоззренческих И психологических, и много-много чего другого Но для начала, чтобы нам было понятно Вернее, не нам, мне это понятно Нашим радиослушателям было понятно Как общаться с тобой В каком направлении ты будешь что-то нам рассказывать И в каком направлении мы будем с тобой беседу выстраивать При помощи наших радиослушателей Которые в чате будут вопросы задавать Наверное, давай немножечко о себе расскажи Чтобы те, кто еще не знаком с твоим творчеством С твоими деяниями Чтобы они познакомились Расскажи о себе Биография или Значит, родился, женился и так далее Не обязательно Чем сейчас занимаешься? Чем сейчас я занимаюсь? Ну, если по-научному официозно То можно возомнить Конечно, я могу возомнить Что якобы я занимаюсь научной работой Некой научно-исследовательской работой А именно По образованию Одно из образований у меня менеджмент Я менеджер Вот И, соответственно, чем я занимаюсь? Я разрабатываю методологию и практику Антикризисного управления В условиях быстро изменяющейся внешней среды Вот, емко можно было бы назвать вот так вот Создано в 2000 Своей этой деятельностью Осознанно я занимаюсь 24 часа Трудовая книжка находится у меня дома Наверное, с 2005 года В 2007 году Чтобы максимально распространить информацию Среди общества Попытался самовыдвинуться В кандидаты в президенты Российской Федерации Вот Был сопровожден в полицию Вот За несанкционированные действия За несанкционированное выдвижение? А? За несанкционированное выдвижение Был сопровожден в полицию? Ну, я вышел на улицу В костюме Там русский марш был Меня задержали Что я листовки раздавал А Там я такую хитрость применил Что я на листке написал Что я вообще кино снимаю Я режиссер Сам себе режиссер Я вот снимаю сюжет Что Ну, фантастический Вот, галактические силы И вот Главный герой Он баллотируется В одной из ведущих держав мира В президенты Меня Меня после этого вызывали В отдел прокуратуры Человек, который занимается Ну, поиском состава экстремизма И по предмету моего задержания Рассматривали под этим вот углом Что я там делал И я ему передал Ну, я ему рассказал на словах Он, конечно, улыбнулся так Я говорю Будьте любезны Приложите, пожалуйста К протоколу нашей беседы Вот распечатаны синонки И вручил ему там На 15 страницах Ну, идею фильма На эту тему Вот Понятно Он согласился принимать участие В съемке фильма Или так сказал Я не звезда Я там не буду снимать Съемки в помещении полиции Все запрещены Но мне важно было Приложить к делу Ты чем тут занимаешься Я говорю Ну, я вообще Не хочу забрать Я такой творческий Безовый хулиган Вот Но смысл в чем Что органы правопорядка Ну, держат же на контроле Эти вещи Поэтому моя деятельность Она известна И Федеральная служба безопасности Федеральная служба охраны Вот Потому что речь Я веду О необходимости встречи С первым лицом С первым лицом Принимающим решения В прямом интернет-эфире То есть личные встречи И трансляция Встречи в прямом интернет-эфире И это будет некий Месседж Знак Для людей Которые уже не верят в телевизор А переместились в интернет Мы же уже в 21 веке Ярослав А вот скажи, пожалуйста Ты планируешь Во-первых, давай определимся Кто принимает решение Твой взгляд И в какой стране Ты про Российскую Федерацию говоришь? Да Я говорю, конечно же Все в рамках Российской Федерации Я гражданин Российской Федерации Я солдат Я служил в армии в СССР Правоприемником Российской Федерации Хотя якобы документов Не подписано никаких нигде Но, тем не менее Я присягу давал Я могу действовать Только в рамках своей страны Интересов своей страны Это здорово Я придерживаюсь того же мнения Хорошо Значит, если мы говорим Про Российскую Федерацию Значит, тогда у нас Кто принимает Опять же Вопрос Владимир Владимирович Путин Или кто-то На твой взгляд Есть тот Кто все-таки принимает А кто-то все-таки озвучивает Вот давайте тоже проясним Для наших радиослушателей Момент Ну, здесь нужно понимать Я так полагаю Ну, по названию радио Я не совсем близко Знаком с вашим радио Но я понимаю Что люди продвинуты И понимаю Что на разных уровнях Происходит принятие А президент Это функция И я вот как раз Занимаюсь тем Чем я занимаюсь Пытаюсь донести До общества Что мы с вами И принимаем Когда по мере передач Мы начнем разговаривать То есть Будем раскрывать Тему прорывных Технологий То методология Очень проста Когда идея Распространится Среди населения Массово Тогда ни одни Выборы Ни одни Дебаты На телевидении Не смогут Пройти без того Чтобы не поднимать Ту самую тему Которую мы Озвучиваем В сегодняшнем эфире Сегодняшний эфир Он достаточно Эпохальный И очень знаковый Никто на планете Никогда в жизни Не ставил Не ставил Такие цели И задачи И постановку И самые главные Варианты решения Ни на одном Телевизионном канале Вы этого не найдете Те зрители Которые это слушают Ну Я как бы научился За эти годы Создавать немножко интриги Да Я понимаю Что этот эфир Будут смотреть Тысячи людей В записи Сейчас идет Прямая трансляция И вы можете зайти На канал Глобальная волна Идет прямая трансляция Вы можете меня видеть Наблюдать То есть у нас В двух местах Идет трансляция И на глобальной войне Где видео Можно смотреть Изображение И еще Радио Тоже прямая у нас Трансляция Так что напоминаю Заходите Вопросы задавайте Это я к радиослушателям Обращаюсь И к зрителям Не стесняйтесь Мы будем рады Ответить на ваши вопросы Так Ну хорошо Значит Глобальная На самом деле Глобальная война Волна поднимает Глобальные цели И вот Ты как организатор Этой глобальной Волны сейчас нам В общем-то И будешь тем полезен Что расскажешь Что же такое Это вот Благо Для каждого Давай наверное Уже потихоньку Будем переходить Наши теми Чтобы особо Не затягивать время Или можешь еще что-то сказать Я в принципе не настаиваю Так предлагаю просто Отлично Можно переходить Потому что Это больше всего Зрители И слушатели Интересует Ну я думаю Да Познакомились Теперь уже Можно дальше идти Стоит дальше Слушать и смотреть Или нет И значит Благо для каждого Этот термин Я Переначал Из слова Благодать Первоначально Я использовал термин Благодать Для каждого Вот После выхода Этого сюжета В эфир На ленту Ютуба Пришли комментарии Что благодать Больше относится К нематериальной Части Нашего существования И это больше Имеет К божественному Вот А я же больше Вещаю Наверное О материальном Вот А материальное Это скорее Благо И вот Поэтому Родилось Понимание Что это Благо для каждого А благо для каждого Я Не выдумываю Я пытаюсь Зрителю И тем Кто наблюдает Меня со стороны Я делюсь Своими ощущениями И кто-то это принимает Или не принимает Я понимаю Что благо Это когда У каждого Нуждающегося Есть Место Где он Может прийти Отдохнуть Он может Поспать Он может Провести Гигиенические Процедуры Он может Питаться У него Должно быть Гарантировано Место Что в случае Надобности Он создает Семью И соответственно Так же Все эти действия Может делать И Производить Детей Это то Что в нас Заложено Биологически Вот Я считаю Вот это Благо Я считаю Что Благо Когда ты Двигаешься По Земле Ну По планете Назовем так Сейчас мы Уже у нас Все пространства Едины Ты двигаешься И ты везде Видишь Улыбающиеся лица И ты в ответ Улыбаешься Я считаю Вот это Благо То есть Необходимый Минимум Который Доставляет Человеку Некое Такое Хорошее Настроение Позитив И Наверное Человека Сподвигать К тому Чтобы он Не просто Наслаждался Этим А еще Что-то творил Это на мой взгляд Такое дополнение Или как Или это уже Не обязательно Главное Чтобы было хорошо Только у него Понятно Что все было Хорошо Но здесь Нужно понимать Что Большой Брат Может как Деструктивные Программы Транслировать Так И могут Существовать Обществом Созданные И обществом Поддерживаемые На принципах Самоорганизации Трансляция Новых Ценностей А что Эти за Ценности Я вот В автобусе Ехал И думал Что Ну у меня Этот Ну телефон Я читаю Новости Смотрю То есть Женщину Изнасиловали Около Станции Метро И Ну в данном Случае Вроде Нашли Бывают Не нашли И какая Дикость Существует В обществе А от чего Это все Зависит От того Что Система Построенная Система Заставляет Быть Зверьми Философия Войны Если не ты То тебя Вот И Видится Что Когда люди Могут Получить Комфортную Среду В которой У каждого Человека Гарантированно Обеспечен Его Прожиточное Существование В любой Точке Планеты При этом Это же Система Образования То есть На образовании И Чем будет Человек Занят Мне Вот Видится У человека Будет Сейчас В мире Денег У нас Есть Кредитная История А в Мире Будущего Какими Специальностями Ты Обладел Чтобы Жить В мире Будущего Специальности Не нужны Ты можешь Быть Дебил Дебилом И все равно Ты будешь Сладко Есть Мягко Спать И так Далее Но Будут Такие Индивидуумы Которым Скучно Просто так Хлеб Потреблять И они Будут Осваивать Навыки Ты Получишь Навык Плотника Пекаря Художника Мультипликатора Водителя Пилота Учителя Ученика Гончара Ковры Плести Научишься То есть Осваивать Какие-то Науки Но Самое Главное Это Совершать В коллективе Людей Потому Что Человек Это Существо Скорее Животное Но Наделенное Разумом И Мы Существа Коллективные В Одиночестве Мы Не можем Вот И Поэтому Новые Ценности Будут Вот В Разряде Не Материальных Активов А Именно Человеческих Качеств Потому Что Задача Общества Задача Общества Создать Настолько Идеальную Среду Чтобы Появляющегося Ребенка Никоим Образом Не Отформатировать Под те или иные Стандарты А развить В нем Индивидуальные Предрасположенности Творческие Навыки Ну Что-то Творческое Вот это Вот Идея Образовательной Как бы Системы На что Направить Всю мощь Научно-технического Потенциала Который Существует У цивилизации На благо Для каждого И забота О каждом Я много Езжу За рулем Ну И вообще Много Перемещаюсь И конечно же Очень часто Наблюдаю Катастрофы С летальными Исходами Вот Мы были Свидетелями Когда Там Люди Сгорают В автомобиле Зажаты ноги Вокруг бегают Люди Не потушить Не могут Не вытащить Не могут И вот На наших глазах Уходит душа И мы Ничем не помогли Но в развитой Цивилизации Это просто Нонсенс Это Пример Идиотизма Как не надо быть Ну И так далее И так далее То есть Получается Вот этот Цивилизационный Тупик Цивилизационный Тупик В первую очередь В чем Отражен В том Что Люди Вот так Скотинились Превратились В животных Благодаря Чьим-то Таким Подачкам Очень Активным Или В чем В чем-то Другом Ну Цивилизационный Тупик Я вот тут Готовился К программе Я конечно Перечислил Потому что Это я рассказываю Как бы На эмоциях А существуют Непосредственно Вехи Такие Общественно Социальные Потому что Моя задача Встреча с первым лицом И отвечая вам Я фактически Докладываю Ну Как бы Веду Повествую Как для первого лица Чтобы не стыдно было Вот И Репетируешь сначала На нас Чтобы потом Уже встретился И как Выдал Так сразу Уже Репетированную Речь Чтобы потом Скали Молодец Ярослав Мне просто так С нами тут Поработал Ну Да Стараюсь Вот Поэтому А я опираюсь Я же тоже Не свои слова Я Всего лишь Ученик Своих Учителей Вот А вот Учителя На школе Здравого смысла Например Продвигают Навигационную Систему Продвижения В сложном Штормовом Мире Как небо Политика Вот Постоянно Идет ссылка На Папа Римского Который Сказал Что Третья Мировая Война Уже Началась Вот А как Говорит Девятов А Девятов Был Оперативным Дежурным Отвечал За направление И вот Самый Первый Офицер Который Отвечает За войну И отслеживает Ситуацию В какие-то Годы Сейчас Он пенсионер Вот И он Говорит Что Война Началась А в любой Войне Есть победители Есть побежденные В любой Войне Есть беженцы Соответственно Мы это Все Наблюдаем Беженцы Пошли В Европу И Как Написал Писатель Веллер Я его Сегодня Читал Его анонс Что Это Не беженцы Пришли В Европу А Это Пришел Желудочный Сок Который Переварит Европу Соответственно О чем Идет речь Что В странах Третьего Мира Такая Безнадега Что Люди Готовы Куда Угодно Без Вещей Абсолютно С паспортом Или даже Без паспорта С ребенком Или без ребенка С женой С мужем Или без Но лишь бы Вот выжить Инстинкт Самосохранения То есть Почему мы В каких-то моментах Становимся Животными Инстинкт Самосохранения Это раз И механизм Делегирования Мы доверяем Принять решение Кому-то Доверяем И на что-то На какие-то Морально-нравственные Вещи Закрываем Глаза Зато Получаем Эквивалент На который Мы можем Прокормить Семью Ну то есть Такая Стадная Такая ситуация Где есть вожак Мы ему доверяем Сейчас Просто извини Что тебя перебиваю Понимаю Что там Надо закончить речь Просто ты когда Беженцев Вот сегодня Был совершенно Свежий разговор Рождается моментально Да Приехал наш Старый знакомый Игорь Роженцов Его многие спрашивали На радио Уже неоднократно Выступал человек Он в разные Горячие точки И то он как раз Из Сирии вернулся Вот полгода там был И вот Мы с ним договорились Субботу провести эфир Вот я думаю Там будет очень много О чем рассказать Как раз и почему-то Эти беженцы И о скотине То есть он был там И передовой по колено В крови скажем так Вот своим глазами Все тут дрянь И мерзот увидел Что там происходит Поэтому Не удержался уж Извини Вот тебя так перебил Ну как бы Там ни было То есть проявлений Не блага Их огромное множество Проявлений дьявола И ликов дьявола Их множество Это перечислять Можно в чем угодно И Там Оставлены и дети Что Родители Не могут их Поднять И Просто Что дети В детдомах Они разобраны По семьям И Ну по пунктам Ладно пойдем В общем война Идет война сейчас И война идет Непростая Война идет Гибридная Завалить нас Взрывчатыми Веществами Или атомным Оружием Проблематично Потому что Есть оружие Возмездия Что Вне зависимости От того Что Там Армии И народа На территории Нашего государства Не будет Никто принимать Решение Не может Но в этом Случае Есть подводные Платформы С которых Будет произведен Запуск Ракет Ядерных ракет В сторону Агрессора Понятно Что какой-то Процент Может быть Ликвидирован Какой-то Процент Не сработает Какой-то Человеческий Фактор Но так или иначе Того Минимального Количества Которые Долетит Достаточно Будет Чтобы Завершить Вот Поэтому Этот сценарий Не реализуется Хотя Местами Пытаются Применять Ядерное оружие Не ядерное Точнее А Радио Нейтронные Снаряды Такие Существуют Либо Грязные Бомбы Ну это Ладно Я оторвался В общем Война Глобально Идет война Дальше Что у нас В обществе Происходит И то Что Сегодня Живущее Поколение Не совсем Оценивает А поскольку Я больше Связан С управлением С социумом И просматриваю Развитие В динамике Ну Учителя Повествуют Что мы Сейчас Можем Наблюдать Малое Количество Детей Рождается И Одновременно Идет Автоматизация Соответственно Идет Автоматизация Меньше Рабочих Мест Больше Безработных Детей Рождается Меньше Соответственно Наступает Период Когда Работающее Население Не может Обеспечить Доходами Пенсионеров И Бюджет Соответственно Страны Не наполняется Вот Третье Что значит Экономисты Говорят Россия Необходимо Интегрироваться Ложный Тезис Я считаю Это ложный Тезис Который Я На все Даем Ответы Что в России Малое Количество Людей 140 Или 147 Миллионов Этого Количества Людей Недостаточно То есть Этот Потребительский Рынок Он Недостаточен Для того Чтобы Окупить Высокотехнологические Энергоемкие Производства Как автомобилестроение Самолетостроение И так далее И нам нужно Выходить На внешний Рынки А чтобы Выходить На внешний Рынки У нас Мы не Умеем Упаковывать Мы не Умеем Доводить До Законченного Табарного Вида У нас Нет Сервисных Представителей За рубежом Мы Не Умеем Защищать Патентные Права Свои Поэтому Приходите В такие Структуры Как Сколков Еще Что-то И продавайте За 2 Копейки Потому Что У вас Есть Идея Идея Понимания Решения Задач Но Без денег Вы Это Дело Никогда Не Решите Поэтому Один Доллар Он Всегда Ценнее Чем Ваша Идея Вот И в новой Научной Парадигме О чем Мы Говорим Что Мы Внутри России Можем Создать Экономику Изобилия Когда Сейчас Планируем Университивание Медицины Извлечения Сейчас Я просто Смотрю Что по пунктам Перечислить Что Нас Давит Так Ну ладно Вот Тезис Про 140 Миллионов Что Не Хватает Чем Нас Давит Капитализм То есть Тезис о том Что в рынке Предлагается Максимально Качественный Товар Это полная Ложь Потому что Зрители уже Знакомы С таким Термином Как Планируемое Устаревание Вместо Казалось бы Долговечности То есть У нас Технологии Мы смотрим Идут Вперед А продукт При этом Становится Все Более Ломкий И ломкий Вот Что Значит Нам Необходимо Что Все переживают Абсолютно Подавляющее Большинство Понимает Что Медицина Излечения Сегодня Для избранных Для Подавляющее Большинство Людей Это Медицина Снятие Снятие Симптоматики Вот Ну и Переход На Вот Эти Прорывные Технологии Почему Вот Сложно Перейти На Прорывные Технологии Что В случае Если Это Не будет Одна Момента Практически По всей Планете Или По всей Стране Ну Видится Что По всей Планете Иначе Мирные Технологии Должны Быть Распространены По всей Планете Иначе Кто-то Будет Бояться Что Эти Технологии Будут Использованы Для Войны То есть Один Из Вариантов Почему Были Уничтожены Предыдущие Цивилизации Или Происходят Какие То Процессы Что Вот Мы Сейчас Подошли К Моменту Раскрыть Суть Вот Этого Блага Откуда Вот Это Все Берется Что Есть Предположение Есть Предположение Что В начале Века Была Проведена Идеологическая Диверсия И Научная Школа Которая Явила Миру Электричество Максвелл Фараде Тесла Они были Материалистами В их Понимании В модельных Представлениях Вещества Пространства Времени Был Эфир Это Вездесущая Среда Имеющая Скорость Распространения Мгновенная Насколько Это Можно Представить Но Мы Используем Термин Что Вселенная Бесконечна И Мы Можем Использовать Термин Что Есть Процессы Происходящие Мгновенно Например Вот И Понимание Устройства Материи Позволяет Нам Поставить Инженерную Задачу По Использованию Вот Этой Окружающей Среды На выходе Мы Получаем Разнообразнейшие Источники Энергии Абсолютно Во все Девайсы Потребителей Компьютеры Телефоны Часы Машины Троллейбусы Самолеты То есть Везде Где требуется Совершение Какой Либо Работы То Это Может Быть Оснащено Индивидуальными Источниками Генерации Соответственно Понимание Понимание Устройства Материи Физических Процессов Позволяет Развить Сегодня Достаточно В зачаточном Виде Но Позволяет Создать В очень Краткие Сроки Синтезирование Абсолютно Любых Элементов В неограниченных Количествах Из Среды Из ничего Ну Про это В небополитике Девятов Говорит Что Мир Невидимый Станет Видимым Вот Соответственно Понимание Устройства Биологических Объектов В том числе Человека Это Новая Медицина Биорезонансное Воздействие На Организм И Это Именно Убирание Причин А не Симптоматики Ну И самое Главное Самое Сладкое Что Предлагается Что Все Граждане Становятся Об Обществлении Интеллектуальной Собственности И об Обществлении Производственных Сил Нет Производственные Силы Это Люди По-моему Производственных Сил То есть Мы Все Граждане России Сначала Обкатываем На Россию Предлагается Формат Что Аналог Арабских Эмиратов Там Люди Получают Определенный Процент От Реализации Нефти В какой-то Там Пропорции То же самое Реализовать В России Нам Не нужно Бороться С сегодняшними Олигархами За их Нефтяные Скважины Они еще Попотеют Чтобы Привести Их В экологически Чистые Состояния И так далее Вот А Граждане Для чего Привлечь Людей На избирательные Участки Потому что Каждый должен Проголосовать За это дело Когда это Станет Возможным Тогда Когда Каждый Гражданин Осознанно Изучит Программу Изучит О чем Идет Речь Согласует Свои действия С разрозненными Элементами Во внешней Среде И Прийти К тем Или иным Согласованным Действиям И В этом Случа Первое Лицо Исполнит Функцию Глаз Неба Через Проявленную Волю Народа Мы Сможем Не Навязывая Другим Внутри Своей Страны Обеспечить Своих Граждан И Когда Во внешней Среде Другие Посмотрят И скажут Ого Хорошо А можно И нам Так Мы Скажем Можно Входите В нашу Артель И Милости Просим Есть вопросы Может быть Какие-то Да Вопросы Идут Из нашего Чата Поступают И Просто У нас Сначала Идет беседа Когда мы Раскрываем Тему Вопросы Уже Потом Если Ты хочешь Сразу Перейти к вопросам То Я не возражаю Давай Зачитаем Да Давай Лучше В живом Формате Конечно Если Хорошо Виталий Из Эстонии Пишет В эфир Голова Человека Это приемник Мысли И Радио На каком уровне Находится человек Те мысли И притягиваешь Человек Через труд И творчество Облагораживает себя И тем самым Повышаешь И чистишь Уровень духовности И ментальности То есть Мысли А это Приближает Человека К Богу И Божественного Вот Как-то так Читаю Как написано То есть Со всеми склонениями Как написано И так далее Подержами Вот что Скажешь По поводу Такой фразы Высказывания Я нахожусь в концепции Что Не в своей концепции Я придерживаюсь Мысли Я Об этом читал Я изучал Обсуждал С другими людьми Учеными Что В нашей голове В нашей голове Нету Элемента памяти Но кто-то Рассказывает Что на Синапсисах Нейронах Записывается Память Там и так далее Но мне Видится Мне Видится Что Среда Если Наполнена Субатомными Частицами Которые одномоментны Везде И сразу И есть Скорости Мгновенные И они Пронизывают Мозг То возможно Вся галактика Является Огромной Флешкой В которой Функционирует Вот сознание Это божественное Ну да Это Элемент Божественного Людям Людям Такое Не под силу Это только Природа Ну здесь Надо дать Определение Что есть Божественное Ну наверное Да Чтобы На одном В языке Говорить Да Божественное Мне видится Это То Непознаваемое Проявленное В природе А именно Существует Версия Что Когда-то Вся вселенная Была сжата В одну точку А потом Она взорвалась Бах И все Разлетелось И вот Оно так летит Я так Не считаю Но возникает вопрос А как же было Вот на этот ответ Мы не можем сказать Как оно было Но я лично Убедился Что Абсолютно Во всей живой Неживой материи Прослеживается Код Фибоначчи 1.618 То есть Если вы Вот Посмотрите На свою ладонь Сейчас Вы увидите Что Одна фаланга Относится В пропорции 1.618 Ко всему пальцу Весь палец Относится Ко всей ладони В пропорции 1.618 Вся ладонь Относится В пропорции К пледплечью 1.618 И так далее Листья Растений По спирали Идут 1.618 Ракушка 1.618 Все Что только Вы попробуете Рассмотреть Под микроскопом В окружающем Вас мире Вы увидите Этот код Кто это Сделал Я не знаю Вот Взрыв Сделал Ну кто еще Мог сделать Ну конечно же Взрыв У нас только взрывы То это и делают Смотришь Взрывалась бомба Опаньки 1.618 Другая 1.618 И так прям все здорово Строительство сразу происходит На этом месте Само собой Вот так что Да Разрушение Разрушение Творец этого мира Ну это так Конечно Извлю Не в свою сторону А в сторону тех Кто эту теорию высказывает Слушай Мы с уважением Ко всем Здесь же Ну естественно Естественно Не проявить гордыню Как бы Потому что Меня часто ругают Я могу сразу закинуть Спрашивайте Ярослав Я часто В прямом эфире Произношу слово Быдло Да прошу простить Меня зрителей Кого может быть Это слово Корежит Вот Но я честно говорю Что я тоже В какой-то мере Быдло В каких-то моментах В чем-то я себя веду А быдло Что такое Быдло Это стадное поведение Просто Ну чтобы долго Не рассказывать Быдло Животное Стадные инстинкты Когда мы Каждый из нас Высокопроизводительный Компьютер Высокодуховная Сущность А при этом На планете Ежедневно Гибнут Тысячи Сотни Тысяч Людей И мы Уничтожаем Себе Подобных Но мы Животные Вот с точки Живления Оценки Цивилизации Мы хуже Животных Животных Да Они Себе Подобных Редко Убивают А мы тут Прямо как-то Превзошли Мы хуже Мы наговариваем Мы хуже И в широком Эфире Об этом Практически Не говорится Политики Об этом Не говорят Потому что Нет пути Решения А те Кто Посвященные Знают Об этих Технологиях И помалкивают Потому что Отвечает за это Один единственный Человек Это первое лицо Потому что Технологии О которых Я рассказываю Это Это фундаментальные Исследования Это самый Пик Загоризонтных Технологий Они Как правило Секретные Я это узнал Просто не из Закрытых Источников Поэтому я так Восторженно Эмоционально Юношески Хотя я уже Не юноша Вот Вещаю На самом деле Это технологии Двойного Значения Это Секретные Технологии И Те люди Которые В этом Разбираются Прекрасно Понимают Что Каждый Сморчок Знает Свой Шесток Раз Владимир Владимирович На голубом Экране Озвучивает Что Углеводородная Энергетика Экономика Еще себя Не исчерпала Ну Значит Царю Виднее Хотя Учитывая Те Вбросы Которые Постоянно Производятся В интернете Да и На телевизионных Экранах Часто Показываются Они говорят О другом Что В общем То Как-то Уже Очень сильно Себя Подисчерпала Наша Углеводородная Энергетика И Мало того Появляется Очень много Альтернативной Энергетики Начиная От ветряков И заканчивая Различными Катушечками Магнитиками Ну И прочим 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 Ну Здесь Я что бы Ответил Что Если Я Вот Такой Никчемный Никаким Спецслужбам Нет Не Поключенный Если Я что-то Вещаю То Уже Для Владимира Владимировича Давным-давно Подготовлены Аналитические Записки Что На Западе Подготовлены Технологии По Автономной Генерации Уже В широкой Прессе Уже Сегодня Я видел Новость Что Евросоюз Германия Или кто-то Там Печется Чтобы К 2030 Году На территории Стран Был только Электротранспорт Сдерживает Эту Программу Но Граждане Не очень Хотят Брать Электротранспорт Почему Инфраструктура Не готова Под Электротранспорт Ну Так Или Иначе Уже Есть Батареи На Тысячу Километров Уже Подзарядка За Полчаса Есть Закрытые Доклады Что Эти Же Работы Идут Во Всем Мире Я Вам Рассказываю Информацию По состоянию 2007 Год То есть 10 лет Тому Назад Я Баллотировался С тем Чтобы Попасть В СМИ И Об этом Рассказать Мне Думалось Что Первое Лицо Не Знает Об Этих Технологиях То есть Это Делают Единицы Всеми Гонимые Лженаукой Поруганы И так Далее Вот И Когда я Начинал Я Предполагал Что Первое Лицо Не Знает Потом Прошла Информация Что Россия Лидирует В области Нанобомб Вакуумных Бомб Объемно Детенционных Взрывов Именно Там Используются Нанопорошки Мелкодисперсные До нескольких Нанометров Именно Поэтому Невероятно Огромная Взрывная Мощность Глубина Проникновения И так Далее Я понял Что Первое Лицо Знает О прорывных Технологиях Понятно Стало Что Естественно Известно О Автономной Энергетике Но Аналитики Ему Рассказывают Для Прихода Этих Технологий Необходимо Смена Мировоззрения Смена Матрицы Мировоззренческой Парадигмы Может происходить На протяжении Смены Нескольких Поколений Постепенно Это раз А второе А второе Общество Не может Без управления Если общество Ну общество Много кричит Да Даешь народовласть И еще что-то Но В обществе Не сформулирована До сих пор Компетентность Принятия решения Вот как Граждане Могут принимать Компетентные Решения В области Нано Порошков Кто-то Скажет Это хорошо Вот я говорю Это хорошо Но есть и критики Которые говорят Если вы массово Будете использовать Нано Порошки В промышленности В хозяйстве Там еще что-то То вы Неминуемо Приведете К распылению Нано Порошков А нано Порошки Они могут Очень долго Летать в воздухе И люди Будут это вдыхать И это окажет Какое-то воздействие На человека Это надо все изучить Итого Цикл Развития технологии Сначала разработка Технологии Лет 10-15 Потом Экспериментальные Образцы Лет 10 Потом Использование В войсках Лет 10 И потом Выход из секретной части Из секретности Вот мы получаем 50 лет Я 10 лет тому назад Понимал Что Ну 50 лет Я скорее всего Не протяну И летающей тарелки Я не застану Хотя У нас Технологически Есть возможность Создать Ну Чтобы Развить Образное Мышление У людей Средства Спасающие Людей В экстремальной Ситуации Какая может быть Экстремальная Ситуация Ну Например Пожар Вы на высотном Здании Нету лестницы Нету вертолета Вот как быть В данном случае Вот люди Разбиваются Можно Надеть Браслеты Либо Летающую Скакалку Взять Это Разновидность Не суть Важна Но Микроволновые Источники Энергии Позволяют Создать Индивидуальные Средства Спасения Вот у нас Есть Ученый Кушелев Я ему Помогаю 10 лет Мы проводили Эксперимент На ускорителе И Возможно Эти устройства Создать Из маленьких Рубиновых Или сафировых Шариков Рубины И сафиры Они могут быть Искусственные Мы их Сейчас научились Выращивать Весом В полтонны Завтра Мы их будем Выращивать В тонну И это И это Практически Ничего Не стоит И Мы Можем Одна Россия Комплимент От шеф-повара В ресторане Есть Такое Все Всем Жителям Планеты Раздать Вот эти Устройства Вот Каков Уровень Технологии Сейчас Есть У цивилизации Но Это Может Стать Возможным Только Если На всей Планете Все Люди Договорятся И Будут Действовать Осознанно Скоординированно Синхронизированно И Не будут Подозревать Друг друга Что Кто-то Хочет Кого-то Уничтожить Возможно Это Или нет Не Знаю Кто-то Меня Называет Утопистом И Идеалистом Именно По этому Самому Критерию Но То Что Такой Вариант Есть То Что Это Абсолютно Логично С точки Зрения Здравой Логики Возлюби Ближнего Своего Как Самого Себя Да Хотя Бо Даже Из Эгоистических Моментов Люди Полетели В Египет И Погибли Потому Что Взорвали Самолет Тебе Это Приятно Или Неприятно Но Для Каких-то Смей Это Трагедия Я понимаю Что Мы Живем В веке Когда Круглосуточно Идут Сообщения О Человеческих Жертвах И мы Перестали Это Воспринимать Как Трагедию Ну Трагедия Это Когда Кто 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 Родственников А Когда Не Родственники Это Вот Это Ну Так Солеви Я Повторяюсь Несколько Вот А Из 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 Эгоистических Моментов Создать Среду Которой Тебе Лично Ничто Не Угрожает Но Для Того Чтобы Это Создать Необходимо Удовлетворить Потребностей Всех Вокруг Существующих И Тогда У тебя Будет Гарантия Что В любой Точке Путешествует Ты Твой Родственник Ребенок Еще Что-то И Ожидают Только Мы По натуре В принципе Тут Добрые Но Я Про Всех Не Могу Сказать Я Про Нас Русских Говорю Про Нас Русских Именно В этом Видится Галактический Замысел Отведенной Русской Цивилизацией Славянской Цивилизацией То есть В очередной раз Мы поднимемся Спасем этот мир И через это Сами Подобрее Станем Сами Дойдем И через это Другие к нам Подтянутся Получается Примерно так То есть Когда увидишь Что да У нас Жизнь хорошая Когда мы Живем хорошо Ни на кого Не нападаем И другие страны Тоже к нам Обратятся За помощью Захотят Присоединиться К нам В нашу Дружную Большую семью Наверное так Да ты Если так Подвести итог Самое главное Никому не навязываю Потому что Если будешь навязывать Будут подозревать Что ты что-то От них хочешь А здесь Именно Обращение Гражданам Я баллотировался Президент Это был Не я баллотировался Была задача Встречи С Владимировичем Просто люди Не совсем внимательно Читали письмо Я написал письмо Отнес его в приемную Федеральную службу безопасности Я как порядочный гражданин Написал докладную записку В спецслужбу отнес Печать мне там поставили Я доложил Я на своем месте Как солдат Отработал Я командованию Рапорт сдал Дальше значит Был военный переворот В стране В 91-93 году Кому-то выгодно это Я вижу что делает Владимир Владимирович Владимир Владимирович Готовит кадры И я вижу этих молодых парней И девушек Которых В разных областях Но занимаются И патриотической работой И самое главное Развиваются Компетенции Навыки Инженерия Менеджмент Управление Технологии Это есть Просто в социуме 140 миллионов Этим занимаются Единицы И из внимания Социума Это ускользает Он будет Это внедрять Вопрос Обращения К зрителям И к слушателям Что Будем ли мы Продолжать Занимать Позицию Я в стойле От меня Ничего не зависит И Быть может Дети Но ситуация Ну Как бы Каждый день Ситуация развивается И каждый день Меня в метро Каждый день Останавливают Вы Ярослав Я ваши ролики смотрю Люди бизнесмены Из разных городов И даже из разных стран Приезжают в Москву Потому что У них в стране У них в регионе Бизнес Лег В попытке Хоть как-то Чуть-чуть Строиться В рыночную модель Они Бросив Насиженные места Едут в Москву В мегаполис империи В надежде Что тут Ну что-то Хотя Понимают Что и тут Ниши схлопываются 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 Создадутся настроения Могут создаться Точнее настроения Которые были на Украине А именно Есть Вячеслав Вячеславович Мальцев Есть русские националисты Они Говорят Мы соберем Шествие Русский марш Мы пройдем Десять тысяч Или двадцать тысяч И вот там В Кремль Потому что Первое лицо Он вор А его надо Сменить И тогда Наступит счастье Ну я Вячеславу Вячеславовичу Сказал что это Гоп Поп-гопон Почему? Потому что Ну вот это Не провокация А то как сложилось Он называет Владимир Владимировича Вором Ему дали выход На первые экраны Телевидения Были выборы Партии Парнац Абсолютно Понятен Определенный Процент И дальнейшая Риторика При нашем Безмолвии Может создать Аналог Украины Либо Кто-то Использует Это как Создаст Провокацию И что-то Сделает У нас есть Интернет Не нарушая Действующего Законодательства Не выходя Ни на какие Митинги Не вступая В противоборство Только Распространение Информации Нужно чтобы Общество Стало Узнавать О чем идет Речь Про какой Такой эфир Потому что Если сейчас Пригласить Специалистов Из Российской Академии Наук Они скажут Что Ярослав Петрович умом Тронулся Нету Никакого Холодного Ядерного Синтеза Нету Никакого Эфира Невозможно Получить Энергию Нет Никаких Нанопорошков Это все Заблуждение Товарища Это Как раз Здесь Проявляется Животность Что Общество Делегировало Полномочия По принятию Решений Когда Была Партия Наша Рулевой Да Можно Было Надеяться Что Так И Есть Хотя Все Зависит От Личности От Лидера Был у нас Иосиф Виссервионович Была Определенная Программа И стратегия Убрали Иосифа Виссервионовича В 91 93 Вооруженный Переворот Сейчас Готовится Продолжение Владимир Владимирович Восстановил Оружейно Промышленный Комплекс Ну Подавляющее Мощество Может быть Телевизор Не смотрит Или Не те Каналы Или Аналитику Не читает Или На производствах Не были Но Если вспомнить Риторику Бориса Николаевича То Россия На коленях Производства Развалены Армии Нет Госзаказа Нет Сердюков Все разворовал Дело Сердюкова Дело Васильевой Но все плохо И вдруг Путин Впк 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 У нас Встановлен Нет Я конечно Понимаю Что Близкие Товарищи Работы В оборонно Промышленных Комплексах И себя Не забывают Ну Да Конечно Но Такова Система Не надо Ей Противодействовать У нас есть 2018 год И мы можем Выдвинуть Своего кандидата По статье Самого движения Давайте Выберем В обществе Достойного Человека Который Возьмет Ну Вот Все Сегодня Описываемое И чудо Произойдет Ну Осознанное Чудо Результат Практических Действий Миллионов Граждан Вот Мне видится Вот такое Вот Движение Понятно Идем дальше По вопросам Веталий из Эстонии Продолжает Вопросы задавать Если Третья мировая война Началась То Кого С кем Третья мировая Война Началась Кого С кем Ну Для этого Нужно Могу Дать Гиперссылку На Небо Политиков Школу Здравого Смысла Андрей Петрович Девятов Раскрывает План Что Есть Проектировщики Кто Такие Проектировщики Допустим Ну Как мне Рассказал Андрей Петрович Я расскажу Просто Я говорю А в чем Проявляется Невидимая Сила Проектировщика Но Делает Что Владимир Владимирович И Как За флажки Выходит То На Неподконтрольной Ему Территории Гибнут Его Люди Самолет Зарвался Вот Это И Планировщиков А Куда Они Всех Гонят Из-за Чего Экономический Кризис Здесь Надо Хазина Конечно Слушать Что Раздутый Мыльный Пузырь И Чтобы Откуда Раздутый Мыльный Пузырь Что На Одну Единицу Материальной Ценности Золото Валютный Запас Существует Там Специалисты Говорят До Ста Деривативов До Ста Инструментов В которых Учтена Вот Эта Одна Единица В основу Положена А Играют В абсолютно Иных Ценностях И так Дели Это Искусственные Ценности Это Все Раздулый Финансовый Пузырь Плюс Мы Уперлись В пределы Роста Технологически Мы Уперлись В пределы Роста Вроде В космос Летаем А Обеспечить Водой Какие-то Регионы Не можем Поэтому Идет Инстинкт Самовыживания Толкает На военные Действия А в Африке Ну Как пример В Африке Борьба за племенные То есть Племенная борьба За доступ К водоему За доступ Куску земли Где-то Может зерно Прорастить И так далее Вот И соответственно Нужна война Нужно Перегрузить Нужно Уничтожить Часть Существующей Элиты Необходимо Уничтожить Энное Количество Рабов Потому что Ну Они перестали Зарабатывать Себя На еду Сами А делиться С ними Никто Не собирается И соответственно Нужно Признаться В несостоятельности А признаться В несостоятельности Сыдно Поэтому Единственное Легитимный Механизм Существовавшего Цивилизации И до сих пор Исправно Работающий Это война Это война Смена режима Расписать Все на Прошлых Негодяев Вот И все По новым Но Немножко Статистики Что за Проследний Год Некоторые Олигархи Увеличили Свои Состояния А это А это активы В миллиарды Единиц Они увеличили Свои Состояния В Дважды В Дважды Представляете Вот Я думаю Что из тех Зрителей Которые Нас слушают И смотрят Ну Навряд ли Кто-то Может Похвалиться Что его Доходы Увеличились В дважды Если это Так Я порадуюсь Только Но По окружению Своим Знакомым Понимаю Что как-то Наоборот Все только Прижимаются Ну И Мировая Картина Показывает Вот Поэтому Вот Война Третья Мировая Война Началась И вот Кем Добра Со Злом Либо Нас Либо Ценности Материальные Либо Ценности Духовные Уничтожить Россию Потому Что Россия Является Хранительницей Хранительницей Человеческого Капитала На территории России Ученые Старшего Поколения Разработали Эти технологии Во всем Остальном Мире Эти Технологии Если Присутствуют То Достаточно Фрагментарно Только В России Была Реализована Социалистическая Экономика Которая Позволила На научной Основе Развивать Фундаментальную Науку Поэтому На сегодняшний Момент Мы Являемся Уникальными Обладателями Вот этих Технологий Это Объективные Преимущества Это Объективные Почему Россия Вот по этому Признаку Потому что Во всем Остальном Мире Если Социализм В каких-то Странах Был То он Был Вторичен От СССР И там Абсолютно Не было Финансовых Возможностей И промышленных Индустриальных И так Далее Для Крупномасштабных Фундаментальных Работ Фундаментальные Работы Это Работы Которые Проводятся С волей Изъявления Буквально Несколько Лиз В государстве У них Стоит Задача Создать Оружие Оружие Противостояния Быть Готовыми И Понимаю Свою Ответственность За страну Ученым Давались Возможности О которых Ну только Можно было Мечтать Вот И обращение К зрителям И слушателям Которые Это будут Слушать Осознать Какими Ценностями Мы Обладаем Мы Не ценим То что Сейчас Имеем Думай Что оно Само собой Рассосется Не Рассосется Можно Можно ли Что-то Сделать Да Можно Борьба Война Кого С кем Война Людей С роботами Представители Капитализма Это роботы То есть Битва С роботами Уже Давно Давно Идет Ну ладно Хорошо Следующий Вопрос От Велимира Он Написал Что Во многом Согласен С тобой Когда Ты Говорил Про СССР И РСФСР И Российскую Федерацию Но все-таки Решил Задать вопрос Итак Вопрос Такой Присягу Ты давал СССР Заявление О выходе Из гражданства СССР Когда написал Или вообще Не писал Закон О гражданстве Российской Федерации Изучил И другие Законы Изучил Ты не гражданин Российской Федерации Согласно законам Юридически Мы пока что Граждане СССР Зайди на сайт Офио Ви Пи СССР Узнаешь Что СССР Существует Вот так вот Да Большое спасибо Что лишний раз Напомнили Я в начале эфира Об этом как раз Говорил Да Вот это как раз Потому реплика Оттуда И вопрос Оттуда И прилетел Ну Наверное Не акцентировал Не обратил Внимание Я говорил Что документов Перехода СССР В СССР В РФ Нету Я просто не стал Развивать эту тему Мне знаком Этот подход Я знаю этих людей Полностью Абсолютно Согласен Но Это абсолютно Не работает В каком плане Ну Меня полиция Около Красной площади Повязали То есть Я на улице Снимал Ничего не нарушал Ко мне подходят Просятся Пройти в отделение В отделение Составляют протокол Что я нарушал Общественный порядок Боролся С полицией В отделении Полиции Буянил Меня на 3 часа В кутузку И у меня Изъяли карточки И все И выпихнули На улицу Противозаконно Да противозаконно Могу что-то доказать Нет Почему Пришел в суд Рассказал Все как было Судья улыбнулся Штраф 500 рублей Ну Тысячу рублей Ну понятно Что Судья понимает Что это цирк Потому что Если я Действительно Оказал сопротивление Сотрудникам Правопорядка Но это как минимум Несколько лет А здесь Штраф 1000 рублей То есть понятно Все знают Что происходит Но ничего не предпринимают Да я знаю Что СССР Не переходило Да я знаю Что был референдум На котором Граждане Они просто согласовали За сохранение СССР Я об этом и говорю Я знаю И я вышел Я совершил Социальное самоубийство Вышел на улицу В желтом костюме Говорю Я готов баллотироваться В президенты С чем Вот с этим А вы Вот вы мне рассказываете Про СССР Спасибо Дальше Что вы готовы сделать Это же нужно Чтобы приняло Все общество Но то что Занимаетесь Просветительской деятельностью И написали И мы лишний раз Это озвучили в сети И те кто этого не знал Через наши уставы Об этом услышали Спасибо Ну так может быть Это первый шаг С точки зрения Задающего вопрос Ну хорошо Да Проинформировать Вот здесь проинформировали Там проинформировали Смотришь И люди больше стали Об этом узнавать Больше задумываться Кто-то полезет Документики изучать Но вопрос А дальше как Ведь когда Так вот я тоже Разговаривал с кем-то Говорит Прекрасно Замечательно Да Вот все что ты сказал Вот в ответе Да Один к одному То же самое я услышал Но говорит Ну вы подумайте Сколько лет уже прошло Где те люди Которые участвовали В референдуме Уже Наверное Ну трети Точно в живых уже нет Из того состава Который принимал участие Дальше В странах Которые Ближайшие зарубежные Зарубежья СНГ То что называется Там уже Их окучили хорошо Очень хорошо Многие даже Не то что там Дальние друг от друга Генетические народы А близкие Братья почти Да Смотрят друг на друга Уже через прицел Очень часто Готовы даже смотреть Стрелять друг в друга О каком Воссоединении Сейчас можете Речь Даже если Вот сейчас Все узнают Российской Федерации Об этом Придут К узбекам Таджикам Туркменам Украинцам Белорусам Ну и так далее Там латашам И будут говорить Вот Смотрите Вот этого не было Вот это нет Давайте как нам В Россию Сейчас же На мой взгляд Те же самые Те же самые Прибалтицы скажут Ага Опять русский Шовинизм лезет Грузины скажут Ага Опять агрессия В нашу сторону Армяне Из-заербайджанца Тоже там Что-нибудь добавят От себя Потому что Воспитаны уже По-другому Потому что уже Мне кажется Из России Во многих Республиках Бывшего СССР Из России Сделали В общем-то Какого-то Такого врага Вот это примерно Я услышал От того человека С которым общался Поэтому восстановление СССР Вот так уж Давайте-ка Сейчас вернемся Это хорошее Это правильно Мне кажется Но как это сделать Это инфракрасная ловушка Не нужно возвращаться Нельзя войти в реку Дважды Нам нужно создавать Новое У нас есть Более Более прогрессивные Модели Объединения СССР Развалили На моменте Когда Должна была Быть внедрена Единая Компьютерная Система управления Потому что Более идеального Чем Госплан Придумать невозможно Госплан СССР Страдал тем Что Ну там Пятилетки Планы Развития И вот На несколько лет Вперед Обработать Это все надо Со всей страны И происходило Бюрократия Затормаживания А сегодня У нас есть интернет Поэтому Госплан В режиме Реального Времени Когда Мы До последнего Человека Знаем Потребленный Литр Молока Потребленные Булка Хлеба Потребность Самая Главная И так далее Автоматизированные Производства Нам позволяют Это все Уникально Использовать Ресурс И соответственно СССР Союз Советских Социалистических Республик Кто-то Предлагает Расшифровку Содружества Светлых Сил Ну Важно Помнить Важно Это Помнить Что В стране Был Переворот Переворот Вооруженный Переворот Если для кого-то Это просто слова То дальше продолжать Разговор Бессмысленно Если люди Понимают Что такое переворот То ты понимаешь Что за этим Кто-то стоит Есть бенефициары Есть заинтересованные Лица Что было Реализовано Благодаря этому Перевороту То есть Из-за чего Колбасы Не хватало И вот Повелись На вот эту Сладкую Лапшу Про Запад Что там В магазинах 40 сортов Колбасы Я просто Помню эти разговоры Я был маленький И кто-то Ну и Жванецкий Наверное Рассказывал Там в анекдотах Или где-то Там Райкин Что там Большой выбор Большой выбор А у нас Был выбор Маленький Поэтому мы считали Как мы плохо живем А вот как Там хорошо живут И вот нам сказали Хотите так Мы говорим Да Мы говорим Отлично Давайте И вы станете Еще Соакционерами Всех предприятий И выдали Каждому Ваучеры Вот Выдали Ваучеры Но посчитали Почему-то Не по рыночной Стоимости А по какой-то Остаточной Балансовой Стоимости Не посчитали Ноу-хау И так далее То есть Обворовали Обворовали Всех граждан Но даже На этом Обворованном То что Раздали Бумажки В которых Учли ценности По заниженному Номиналу Но плюс Еще превратили То есть Поскольку люди Не знали Рыночного Механизма Куда Хотя Формально Честно Было Рассказано Вы можете Купить акции Там И будете Владельцем Будете Получать То есть Азбука Это была Рассказана Не буду Тут клеветать Азбуку Рассказали Образно Говоря Но граждане Не знали Что делать И Хитрые Люди А хитрые Они стали Почему Потому что Их проконсультировали Те люди Которые Замышляли Все это Дело И реализовывали Скупать Ваучеры И на Этот Большой Объем Ваучеров Менять На акции На акции Стратегических Предприятий Добывающих Предприятий Сейчас я выключу Телефон Секундочку Вот На акции Наиболее Доходных Предприятий Вот Поэтому Все предприятия Крупный капитал Запада Через Фирмы Прокладки Подобрал Под себя Назначил Здесь местных Смотрителей Управляющих Вот Так Мы здесь И живем И Подавляющее Большинство Людей Занимается Критикой И говорит Что первое Лицо В первую очередь Виновата И так далее А я говорю Что это Неэффективно Критиковать Можем ли мы Что-то сделать Теоретически Можем Я Не Я не могу Сказать Что я Верю Что мы Встретимся С Владимиром Владимировичем И это Произойдет При нашей Жизни Я это Называю Мы создаем Предпосылки Для изменений В обществе Это зависит Больше От внешней Среды От людей Которые Нас слушают Насколько Они поддержат То есть Созрела Среда Или еще Не созрела Среда Вот мы Участвуем С вами И посредством Этого радиоэфира В таком Огромном Эксперименте В общем Да Потому что Я помню Как это Все делалось Все люди С большими Чемоданами Ездили Где Была Куча Сложных Ваучеров Они Приезжали На предприятие Дальше По законодательству Эти ваучеры Подсчитывались И предприятие Оказалось В руках Того Кто Этот чемодан Куда-то Направлял Даже Существовали Фирмы Организовывались На моих глазах Такое происходило Когда Они занимались Скупкой ваучеров А потом Просто-напросто Уже За большие деньги Продавали Эти ваучеры Тем Людям Которые Успели Где-то Денег К тому времени Добыть И они становились Хозяином Предприятия И потом Эти предприятия Разваливались Или Перепродавалось Оборудование Или вывозилось Самое ценное Это уже Это уже Так Детали Ну в общем Имеем что имеем Ладно Идем дальше Вопрос эфира Толега Зыркутска Здравия Ярослав С цивилизацией Все понятно Дословно Скопищу людей Паразитов В больших городах Но у славян Цивилизации не было Судя по древним источникам Была культура Культ света В кавычках Он поясняет Взаимодействие с природой Как с родной матерью В относительно Небольших поселениях И с глубокой Духовной Душевной составляющей В обществе Перейдем К культуре И все Тобой описанные Проблемы В обществе Исчезнут Как думаешь Благодарю Культура Природа Путин Это озвучил Природоподобные Технологии Если Наши предки У наших предков Был термин Сиг По-моему Одна миллионная секунда Сиг Один сиг Вот Одна миллионная секунда Это может быть Использовано Только Ну Специалисты Говорят На практическом В практическом Деле Если ты На каком-то Сверх Современно Технологическом Космическом Корабле Который Может прыгать В пространстве На гигантские Расстояния И чтобы Перелететь Из одной Галактики В другую Тебе нужно Включить Двигатель На одну Миллиардную Секунду И вот За одну Миллиардную Секунду Корабль Прилетает Какое-то Расстояние И вот С одной С одной Плоскости Это Временной Диапазон А с другой Сторон Это Какой-то Лаг По расстоянию Это Исчислялось Сигом Поэтому Я думаю Что Наши предки Знали Как Устроена Материя Или Кто-то Рассказал Может быть Им Ну так Или иначе В наших Буквах В наших Буквицах Которые Изучают Шубин Говров Там Прописаны Прорисованы Физические Процессы Как я Часто говорю Вы можете Что-нибудь Поведать Про Топологию Электромагнитных Волн Вот Наша Буквица Это То или иное Проявление Магнитного Поля В какой-то Момент Это Выдумать Невозможно Если Ты это Не знаешь А мы Можем Смотреть Что У нас Это Есть Вот Поэтому У нас Это Есть И мы Нигде Не встречаем Нигде Не встречаем Что Славяны Славяны Нападали И были Агрессивные Насколько Ты Высокодуховный А Насколько Ты Воинствующий Во всяком Случа Нас Обвиняют В том Что Вот Это Огромная Территория Которая Кто-то Называет Рассени Кто-то Тартарий Кто-то Еще Как-то Которая На картах Встречается Не столь Осовремененных А более Древних Они говорят Что Такие Территории В древние Времена Можно было Завоевать Только Завоевать Невозможно Их было Так вот Взять Миром Радостью И так далее Все-таки Это говорит О том Что Славяне И арийские Племена Или русы Ну как угодно Кто-то называет Это были Очень агрессивные Варварские Племена И вот Благодаря тому Что приходили Различные Просветители Духовные Культурные Они Нас Как-то В рамки Поставили И теперь Мы такие Мирные Хорошие А до этого Были злые Противные Многих Обижали Отнимали Территории Вот такая Версия Очень активно Распространяется Ну Может быть Да Но Это можно Факультативно Изучать Главное На это Не отвлекаться Как на очередную Инфракрасную Ловушку Нужно изучать Первоисточники Девятов Очень любит Говорить Ну вы говорите Там про буквицу А первоисточники Есть Где золотые Скрижали Или там Еще что-то А то мы Эту азбуку Конечно Изучаем Смотрим А первоисточники Где Нету Ну Надо изучать Надо изучать Но Самое важное Что на сегодняшний момент Это все Факультативно А в сегодняшнем моменте Из раза в раз Надо показывать Что мы Создаем Ну я представляю Идеологию Философию Не агрессии Не агрессии Не навязывания Вот все Что до сегодняшнего Момента было Оно навязывание Вот Мы внутри Страны Можем Реализовать Пилотный Проект Ну В стране Такой Существует Опыт Что когда Внедряется То или иное Законодательство Разрабатывается Оно Опробируется В нескольких Регионах В нескольких Субъектах Российской Федерации Пилотные проекты С чего Снимаются Как полиция Работает Правоприменительную Практику Как суды Реагируют И Нужно поправить Нет Нужно распространять Или нет Вот Мы Из Эгоистических Моментов Мне говорят Ярослав Что ты Высокодуховно О себе Подумай Так я О себе И думаю Вот этот Весь проект Он с одной стороны Высокодуховный Для всех Но с другой стороны Для себя Любимого Потому что Каждый из нас Себя любимого Любит Ну Больше Наверное Каждый хочет Жить в хорошем Справедливом Обществе Чтобы никто Не обижал его Не обижал детей И чтобы все Были счастливы Довольны Когда счастливый человек Наверное Он в сад Другому За яблоками Не полезет У него своих Яблок полно И воровать Тоже не станет Если у него Достаток в доме Ну Это понятно Да Я просто к чему Говорю Что когда Вот так вот Некоторые товарищи Говорят о том Что славяне Были древние Очень плохие ребята И благодаря Только каким-то Просветителям Они стали хорошие Они не учитывают Специально Или по незнанию Того что Те самые Вот люди Откуда пришли Многие просветители Они писали О славянах Достаточно хорошо Что у нас нет Разврата У нас нет убийства Неведомного воровства Что у нас Нет детей брошенных Что у нас Есть достаток Что дома Не закрываются Дома деревянные Как известно Были В большинстве Сантерема Там по южнее Где-то Там были Крепости дома И каждый Друг от друга Защищался Чем там только Не приходилось Защищаться Наемники Там были И так далее А у нас Это было Как-то по-другому Вот это Как-то не берется В внимание Просто вот Сказали нам Товарищи историки Что было все плохо Что мы там В обезьяне Личинах прыгали По деревьям Там где-то В болотах прятались И нападали оттуда И тем самым Почему-то территорию Увеличивали Так вот многие В это и верят Ну ладно Чтобы на это Не тратить время Я думаю Что те Кто интересуется Они все-таки Поинтересуются Да И найдут Истину А когда вот Говорить опять же Про то что А покажите Скрижали Какие-то Санти Или что там еще Какие-то Пергаменты Ну вот Победитель Всегда Когда Побеждает Он Уничтожает Следы Которые Были до него И говорящие О чем-то Хорошем О его Пришественниках И переписывает Эти же Пергаменты Скрижали Там и что угодно Поэтому Сколько было пожаров И в наши дни И в древности Известно Что очень много Сгорело Очень много Было Разрушено Как сейчас Маджахеды действуют Да Захватка территории О буду там сидеть Давайте-ка его взорвем Взорвали Захватывают Что-то там Какой-то Полуновострой Что-то еще А давайте уничтожим А давайте Ну и все И потом через где-то так Сто скажут А этого не было никогда Фотографии Они со временем пропадут Носители могут стереться Электронные Размагнительство Сроку угодно может произойти И потом будут говорить А не было никогда Вы нам покажите Вот Это же Принцип Точно такой же Как и в древности Он сохранился до сих пор Если этого нет Неважно Уничтожено оно Или нет Хотя положа руку на сердце Те, кто говорит Что ничего не было Они сами тоже Не могут ничего предъявить Никто не видел Первого источника Тех писаний Которые считаются У них истинными Так что Говорить про славян Что они какие-то Были дремучие И непонятно какие Конечно можно Но доказательств тому Нет А доказательства все Наоборот Как бы указывают Даже те скромные Которые находят Указано то Что у нас были И города Что у нас была Инфраструктура интересная Что другие народы Брали многое у нас И многое Много чего Другое Ну Высказывание Екатерины То же самое На ассамблее То что она сказала За долго До Рождества Христова Славяне Свои письмена имели За многие тысячелетия Уж И это Наверное было известно Там Академики на нее работали Хотя и переписывали Много чего Хорошо Идем дальше Если не возражаешь Или что-то Хочешь добавить Да Добавил бы Ну Для Постоянных Слушателей Славянского мира В курсе А многие Не в курсе Мы в начале эфира Упомянули Что сейчас Идет 7525 год Вот я хотел бы Обратить внимание Дорогие друзья Что мы можем Сомневаться В каких-то Тех или иных Исторических данных Буквицах Там и так далее Но В книгах Старых книгах Которые сохранились В библиотеках Там наблюдается Вот эта вот Аббревиатура 7525 год Еще добавляют От заключения Мирного договора В Звездном храме Вот Поэтому Сомневаетесь Вы в этом Или нет И интересно Вам в этом Разобраться Или нет Потому что Из этой шизофрении Надо выбираться Если вы Об этом не в курсе Возьмите Первый источник Проверьте Есть такие книги С такой датировкой Если вы Убежите И дальше Вы принимаете решение Либо эти книжки Ложь И сейчас 2012 Либо действительно Есть такой год Ну и тогда Нужно понимать Для чего Все стерли И нам Рассказывают Про обезьян Потому что Придется признать Что на планете Земля Доказанными Долгожителями Оказываются Вот Славяны Вот А что-то И соответственно Раз они так долго живут Значит Неплохо живут Наверное Если не самоуничтожились Причем До недавнего времени Фактически В изоляции Жили Жили в изоляции При своей грамоте При своем Своей культуре Ну и так далее Письменности Раз Летоисчисления Идет 7525 год А нам Тору здесь Втюхивают Там С ее Несколькими Тысячами Годами И так далее То есть Вот понятно Откуда они Идут Корни Корни растут Почему Переписывается Все И так далее Ну да Просто кому-то Не нравится Поэтому Надо Ведь Известно Кто сейчас У нас Современная Цивилизация Подразумевает Следующее Если у тебя Есть Финансовый Достаток То Ты Достаточный Человек Успешный Человек Все остальные Значит Никто Да Вот такой Феодализм Электронно Электронно Монетизированного Вида То есть Ты можешь За эти Деньги Кого-то Купить Кого-то Нанять И так далее Вот это Я считаю Что одна Из форм Равства Или феодализма Чем вообще Многие не замечают Поэтому у нас Есть четкое Разделение По всему миру Где есть Не то чтобы Там миллионеры Миллиардеры Там даже Я не знаю Какими циферками Это все измерять Можно Вот И есть И люди Которые сидят В коробках И думают О том Где бы завтра Достать кусок хлеба Чтобы не помереть С голоду Вот это и есть Новый вариант Рабства Или феодализма Ну мы сейчас Немножечко На этом тормознулись Мне кажется Надо еще дальше идти Потому что вопросов Как из чата Народославского радио Так и с ютуб-канала Твоей трансляции Или подожди Я не смотрел Я могу обмануть Не ютуб-канал Наверное Ну назову Твоей трансляции Видеотрансляции Тоже идут Так Вопрос эфира Дмитрия Здравия всем Чем отличается Новая парадигма Построения общества От коммунистической модели Благодарю Надо давать термин Что он подразумевает Под коммунистической Иначе будет выдумано Если подразумевать Что от каждого По потребностям От каждого По способностям Каждому по потребностям Исходя из этого тезиса Ничем Ну то есть Это такое уже Это уже оконечная форма Коммунизма Насколько я помню Которой стремились все Но чуть-чуть Как говорят СССР Не хватило До того что дойти Потому что был Якобы развитой социализм До коммунизма Все таки не дошли От каждого Было по возможностям Да Это какой-то Технологическо Духовный коммунизм Потому что Обязательно Надо подчеркивать Духовность Потому что Те кто не в курсе Начинают упрекать Что технологии До добра не доведут Мы себя уничтожим Использование технологий Во благо всех Живых Прекратить Уничтожать Собственный Биологический вид Да Ну в первую очередь Тогда мне видится Что технологии Должны сопровождать Нечто более Высокое То есть Технологии Высокие технологии В руках Обезьяны Это проблема Для всего мира Если мы говорим Если мы говорим Что все-таки Не обезьянами владеет А человек Духовно развитый Который Понимает боль Другого Который Сочувствует И не хочет Чтобы этой боли Чтобы эта боль Распространялась По земле Он хочет Чтобы был мир Во всем мире Чтобы все Развивались В нужную сторону Духовную сторону То в этом случае Тогда технологии Будут ему в помощь Если мы же Например Говорим про тех Товарищей Которые прыгают С оружием В руках В Сирию Сейчас взрывают Да Другие взорвали Уже Странные Сейчас взрывают В Сирию То в принципе Высокие технологии Если им сейчас В руки дать Понятно что будет Поэтому если духовность Мы исключаем Просто даем технологии То происходит Ай-яй-яй Всемирного масштаба Поэтому Любое общество В первую очередь Строится На неком Духовном Мне кажется На некой духовной Основе Которая и определяет В дальнейший Уровень И качество Жизни человека Дополненный Какими-то Технологиями Ну Абсолютно верно И здесь не словами А делами То есть Мы как Страна Россия Обладает Сейчас В лице Недооцененного Кадрового потенциала Мы имеем Фактически Опережающие Технологии Которых За рубежом Нету И соответственно Мы можем Предлагать Миру Мирные Технологии Технологии В первую очередь Водоснабжение Энергетики Агрокультур То есть Продовольственные Технологии И здесь Ну Все равно Опять среда Опять Люди В других странах Будут делать Выводы О истинности Наших слов И наших дел Хорошо Так Сергей Растегаев Как стартап Организовать Без денег Из ютуба Как стартап Организовать Без денег Без ютуба Ну для этого Должны быть Только Твои Личные Качества Ты должен Быть интересен Аудитории Ты можешь Читать стихи Ты можешь Петь Ну у тебя Современным Языком У тебя должны Быть Какие-то Компетенции И Соответственно Эти компетенции Востребованы В обществе Например Канал Глобальная волна Это стартап Стартап Он успешный Да Он успешный На 100% За 10 лет Более 10 тысяч Сюжетов Но насколько Он массовый Он не массовый Почему Потому что Здесь Изучаются Сложные Материи Если бы Здесь Девицы Прыгали бы В неглиже Там И так далее Просмотров Было бы Много Но это Не было бы Связано С цивилизацией А вот Чтобы Сохранить Золотую Середину Золотую Середину То Ведущий Должен быть Глубоко Проникать В ту или иную Тему Лично Этим Заниматься И этим Делиться Со зрителями В интернете И если То дело Которым Человек Занимается Оно Интересно И у человека Собственная Харизма То у человека Будет сформирована Своя аудитория Свой круг Людей На просмотры А на просмотрах Можно делать Монетизацию Рекламу И получать Какой-то Процент У меня доход Маленький У меня в месяц Выходит порядка 200 долларов На руки Выдается 100 долларов Комиссии Забирают Рекламные Операторские Компания Вот Но я Разговаривал С некоторыми Людьми Ну вот Николай Суботин Например Он ведет Непознанное На ТНТ Он говорит Что у него В месяц Выходит Может быть 1000 единиц Учетных И это уже Какое-то Подспорье Уже Так посерьезнее Да Согласен С тобой Я думаю Что Сергей Ты во-первых Определись С тем На какой аудитории Ты собираешься Вещать И что ты Собираешься Вещать Если ты хочешь Влиться В дружную Компашку Вот этих Разлагателей Общества То в этом случае Да Там можно бабла Срубить много Если ты хочешь Нести что-то свое Уникальное Доброе Вечное То что будет Помогать Строить Державность Что будет Помогать Людям Понимать Кто Эти люди Для чего Они На этой Земле То в этом случае Скорее всего С монетизацией Здесь будет Гораздо Похуже Если говорить Какие-то Широкие Темы Политика То тоже Можно Как-то Достичь Этого То есть Определись Что тебе Интересно И какую Миссию Ты будешь Нести В этот Мир И в зависимости От этого Будет у тебя И доход Или не будет Этого Дохода Не краснеть Лучше От дохода Отказаться Но с другой стороны Доход вроде бы Нужен Так что Я не могу Ничего судить Просто Каждый должен Определить для себя Что он делает Для чего он делает Дальше Андрей Вопрос в эфир Признает ли Автор агрессию Против РФ Российской Федерации Облявленную войну Со стороны Других цивилизаций Против Российской Федерации А также Ее оккупационный статус Если да То как можно Договориться С теми Кто ведет Эту войну Не будет ли это Похоже на попытку Овечки договориться С волком То есть Признаешь ли ты Что агрессия С других сторон Идет в сторону Российской цивилизации Или не признаешь Это наверное Первый вопрос В этом случае Если была победа Над Россией Одержан То в этом случае Наверное Можно говорить Про оккупационный статус России О чем многократно Мы слышали Выступления Различных Интересных И кому-то Может быть Неинтересных Людей Не знаю Ну Людей которые Часто об этом говорят И если так Если мы под оккупацией Если агрессия Наша тронет Как можно договориться С волками Которые пришли Нас рвать А не договариваться Ну да Конечно же Мы Мы под агрессией Мы под оккупацией Однозначно И На эту тему У меня было свое видение Я могу поделиться Что Видеосюжет Я такой снимал Что знал ли Владимир Владимирович Когда работал В органах А потом работал В Санкт-Петербурге Знал ли он Что будет президентом И отвечать За всю страну Но мало того Что за всю страну В принципе И за всю цивилизацию От него же зависит Там Военные действия Это он принимает решение Вот Соответственно В ролике я говорю Воровал ли Владимир Владимирович Или нет Или злоупотреблялся Служебным положением Или нет Я не знаю Я лично Рядом с ним Не работал И я ему денег Не передавал Хотя я был в цепочке Я передавал денег Определенным лицам Но это К нему не относится Вот И Возможно По каким-то Индивидуальным Качествам Посчитали Что Владимир Владимирович Оптимально Выходцам Выходцами Выходцами СССР Атаку На этот крючок С подростков С подростков Обучаются Вузах Из вузов Военных училищ Из военных училищ Идут войска В штабы И требуется Определенная Дистанция Времени Предположительно Это вот Смена Нескольких Поколений Сейчас Поколения Быстро Меняются Это порядка 20-25 лет Значит Диапазон Это где-то 50 лет Примерно 16 лет Уже прошло 16 лет Прошло Правление Владимира Владимировича Ну и Рассвет Предрекают Россия Это 2035 2040 Год Вроде бы То есть Вроде так Сходится Договариваться С западом С роботами Абсолютно Бессмысленно Потому что Это животные Которые Смотря в глаза Тебе скажут Да А ты повернешься И тебе воткнут В спину нож Договариваться Абсолютно Бессмысленно Договариваться Имеет смысл Только нам Друг с другом Внутри страны Только нам Внутри страны Нужно Договариваться На первоначальном Этапе И показывать Пример Всему миру Наше поколение Отличается От всех Иных поколений Тем что у нас Интернет Понятно что я Идеализирую И сейчас Нас смотрит 70 зрителей Моя фантазия Разворачивает Картину Как нас транслирует BBC CNM Каждый федеральный канал И к нам Подключается По ссылке Сюда выходит Владимир Владимирович А возможно ли Чтобы нашу трансляцию Вывели в прямой эфир Федеральный канал Всех стран Я говорю Да Управленчески Это возможно Ситуационно А как Да запросто Вот в линеечке Конференции Есть свободные места И я всегда Прошу сохранять Одно место Свободное Для кого Для Владимира Владимировича Чтобы потенциально Была возможность У него войти У него потенциал Любой Он может Из самолета Из вертолета Из любой точки мира Подключиться Понятно что Не сам он смотрит Там советники Подскажут Еще что-то Когда на контроле Стоит ситуация Но возможно Что это станет Новостью Мировой Да возможно А когда то Произойдет А тогда Когда в линейке Будет зрителей Не 70 человек А 70 миллионов Потому что Россиян Может быть Несколько сотен Но за рубежом Люди узнали Что такая движуха Есть в России Нигде в мире Нет Есть И в России Это может произойти Через Россию Прийти ко всем иным У них даже Этого шанса Нет Вот Мне видится Алгоритм Здесь можно И кино снимать И мюзиклы делать И поэмы сочинять Творчество развивать Но договариваться Только нам Мы и есть Те индивидуумы От которых Зависит Принятие решения На выборы Сейчас ходило 17% Ну в Москве Ну в Чечне 95% Или 99% В Москве Может быть Там процентов 30% Но все равно Статистика Показывает Что Люди не ходят И рано или поздно Рано или поздно Пусть я ставлю Оптимистичные задачи И эти технологии Будут развиваться Не так быстро Как я фантазирую А действительно Будут проходить Десятилетия Но В виде Как технологии Развиваются Нам рано или поздно Дадут гаджеты Электронные устройства Сейчас у нас уже Ну у москвичей Практически Ну уровень дохода Повыше В принципе Телефон За там 5000 рублей Вот этот телефон Я купил По акции 3800 В салоне Мегафона Вот И это что Это универсальное Средство У меня здесь И платежные карты Привязаны И соответственно Мы здесь Можем голосовать То есть Нам Для нашего Волеизъявления И нашего Объединения Ну практически Ничего не требуется Вот для абсолютно Ленивого Избирателя Абсолютно Ленивого Такого Вот гражданина Который Ленностно Может проявить Своей волеизъявления Мы подошли Что у нас Все для этого Есть Но нету Мотивации Это сделать Вот как Достучаться До Дом Мозгов Людей До сердец Людей Вот Вот какая Задача С кем нам Надо Объединяться Ну договариваться С кем надо Договариваться А с теми Людьми Про которых Вы говорите Договариваться Ну пусть Владимир Владимирович Договариваться Все таки Он президент Я не претендую Я вот В эту игру Играю Но честно говорю Что очень хотел бы Чтобы нашелся человек Который сказал Ярослав А можно я буду Кандидатом Я говорю Давай Я тебе буду Помогать Вот все это Бога ради И видеться И видеться Вообще Что мы Можем Эти информационные Поводы События Привлекать Внимание В рамках Действующего Законодательства Сами создавать Вот сейчас На 67 Зрителей Это уже Там Одна Пятая Часть Чтобы Одна Десятая Чтобы собрать Инициативную Группу 500 человек Мы Хоть и Под оккупацией Но у нас Есть механизм Попасть В средства Массовой информации А каким образом Если вы не в курсе Я чуть раскрою Согласно действующему Законодательству Каждый гражданин Которому Исполнилось 35 лет Имеет высшее Образование Не имеет судимости Может воспользоваться Статьей в Конституции И в избирательном праве Самовыдвижение В подтверждении Самовыдвижения Нужно Чтобы собралась Инициативная группа В количестве 500 человек В помещении Разово Все вместе Собрались В присутствии Представители Центральной Избирательной Комиссии В присутствии Нотариуса Или нотариусов Соответственно Необходимо Заполнить Бланки Протоколов Собрания Собрать все Подписи И с этими 500 подписями Можно на официальной Основе Если все состоялось Зал арендовали Не было провокации Все разрешили Можно войти В Центральную Избирательную Комиссию Дальше Нужно В течение Полутора месяцев Собрать 2 миллиона Подписей Равными долями Более чем В 50 субъектах Российской Федерации Это невыполнимая Абсолютно Задача Потому что Это заранее Чтобы работали Штабы Работали Юристы Оповещения И так далее И без денег Эта задача Фактически Не решается Но даже Если нам Удастся Собраться 500 человек А мне Видится Чтобы акция Не захлебнулась Нужно Дублировать Ситуацию И Можно Разыграть Библейскую Карту 12 Кандидатов Явить Миру 12 Кандидатов Это 6 тысяч Человек Всего Лишь По Москве Надо Собрать Москва 15 Миллионов Напоминаю Ну Кстати Это Можно В разных Регионах Сделать Страна Большая Есть Города Миллионники Собрать По 500 Человек Не Проблема Но Важно Продвигать Вот Эту Тему Смена Экономической Мировоззренческой Парадигмы Смена Экономической Формации Не Капитализм Потому Что Как Начинаешь От Технологий Ты Утопаешь В Технологиях Разбивают Вопрос На Мелочи Здесь Фундаментально Смена Такой Мировоззренческой Матрицы Мировоззренческой Матрицы И Это Возможно Распространить Информацию Через Средства Массовой Информации Для Этого У нас Есть 2018 Год Но Если Владимир Владимирович Примет Решение Выбора Провести Раньше Ну Все равно Раньше Не важно Но Я Это К чему Что Мы Малым Ресурсом Можем Создать Действие Затраты На Которые Люди Тратят Миллионы Каких-то Единиц А Только Наше Внутреннее Желание Наша Мотивация Ум И Разум Я думаю Что Эти Качества Как раз Есть У Слушателей Славянского Мира Я Очень Благодарен Что Вы Пригласили На Эфир И Мы Сейчас Озвучиваем Эту Тему Договариваться Нам Надо Самими С собой Внутри Общества Я Тебя Понял Хорошо Здесь Было Помечено Что С волком Овечки С волком И так далее Я согласен С тем Что Во-первых Если Волк Понимает Что Там Его Ждет Засада Он За Этими Водцами Не Побежит Он Не Пойдет Туда Если Он Чувствует Ловушку Любой Агрессор Всегда Нападает Только В том Случай Если Он Понимает Что Он Может Что Оттуда Получить Для себя Любимого Полезное Никогда Бандит Не пойдет В открытый Бой С теми Кто Сильнее Его Поэтому Если Вы Хотите Чтобы Было Все Хорошо Из Древнего Сказано Хочешь Мир Готовься К войне Если Все Замечательно Здорово Будет Развиваться То В этом Случа Агрессоры Эти Волки Они Уже Несколько Свои Зубы Притупят Или Достан Положих На полочку И будут Хотя бы Улыбаться И В открытый Уже Не полезно Нас Но Опять же Если Мы Будем Сильны А сильным Может быть В том Случай Если Мы Понимаем Опять же Кто Мы На земле Если Мы Понимаем Для чего Мы Здесь И Если Мы Не просто Понимаем Еще что-то Делаем Что же Касается Выборов Здесь Есть Эта Тонкость Меня Спросили А почему Люди Не ходят На выборы Ну Есть Много Версии Есть Официальная Версия Люди Доверяют Тому Что Есть Поэтому И Не Идут Все Устраивает Все Хорошо Есть Версия Такая Что Уже Наелись Этими Выборами Потому Что Есть Такое Зречение Сталина Не важно Как Проголосуют Важно Как Посчитают И Вот Когда Меня Спросили А как Сделать Так Чтобы Люди Пошли На выборы Если Если Люди Верят Современной Власти Они Ни при каких Условиях Не пойдут Потому Что Все Нормально И Так Хорошо А Если Например Они хотят Что-то Изменить Например Какого-то Кандидата Выдвинуть Или Поддержать И Будут Чувствовать Что Их Голос Не Просто Брошенный В урну И Потом Непонятно Что С ним Будет Происходить Он Пропадет Просто А Если Он Будет Услышан И Повлияет На Что-то В этом Случае Все Будет Меняться Люди Придут На Выборы Так Вот Единственный На мой Взгляд Способ Это Сделать Выборы Открытыми То есть Открытое Голосование Когда Пришел На Избирательный Участок У тебя На руках Или В электронном Виде Или Всего Лучше В бумажном Виде Сохраняется Копия Листа Твоего Голосования Другая Копия Листа Твоего Голосования Отправляется В независимую Счетную Комиссию А вот Первое Самое Идет Тот Самый В ЦИК Где Ставят Все Галочки Подсчеты И так Далее Вот В этом Случае Тогда Гражданин Сможет Просмотреть Куда Пришел Его Голос Был ли Он Учтен Сверится Например Бюллетень Номер Такой Пупкин Иван Петрович Пупкин Петрович Поголосовал За Такого-то Есть такое Дело Пупкин Говорит Нет Ребята Я голосовал За другого Посмотрите Это фальсификация И так далее Или да Есть Всегда Возможно Проверить Всегда Если уж Мы Следуем Каким-то Нашим Древним Традициям Было Именно Открытое Голосование Закрытое Голосование Не было Всегда Открытое Ну а что Стесняться Что скрывать Если у меня Добрые Помыслы Зачем я должен Как-то Скрываться И поэтому И избирали Или Назначали Лучших Из лучшего Открытым Так сказать Голосованием Когда голос Учитывался Ну какие там Условия Учета Это отдельный Разговор Учитывался В этом случае Назначался человек На какую-то Должность В общине Или В весе Или в вече Или в копе Кому как нравится Таким же образом Выбирался и Руководитель Страны То есть Державник И так далее И тому подобное Вот в этом случае Это если интересно Как будто мое мнение Я-то отделился С одним человеком Он сказал Да слушай В этом что-то есть Ну ладно Идем дальше Напоминаю Что вам Да Хочешь добавить Ну да Добавить конечно Что здесь должен быть Икнутый пряник Такой Потому что Уповать на сознательность Граждан Это конечно хорошо Но Здесь подойти Чуть с обратного Ракурса Что Вы ходите на выборы Ну во-первых Вам предоставляется Возможность Отслеживать вашу ситуацию Ну что произошло С вашим голосом То есть Даже если ты не ходил То Ты можешь зайти И посмотреть Что твой голос Учтен Что ты не ходил Это первая функция Да А второе Что ты ходишь на выборы И ты подтверждаешь Что ты член общества Ты член Осознанный член Осознанного общества И ты ходишь на выборы Ты подтверждаешь программу И Как активист общества Ты имеешь право Там на медицину Ну что-то Допустим Пока мы не пришли В этот фантастический коммунизм Государство За тебя Вот это все Как-то компенсирует Но ты должен подтвердить Что ты являешься Гражданином этого государства А как это подтвердить Что ты активный гражданин Либо ты говоришь Я на выборы не хочу И ваших социальных благ Там не хочу Ничего не хочу И в этом случае Ты получаешь Тогда Функцию Что ты не ходил на выборы Но все равно В едином Реестре Твой голос Учитывается Обязательно Ты видишь Но чтобы не использовать Голос То есть прозрачность Я абсолютно полностью поддерживаю Что это конечно Рано или поздно Реализует Власть Ну по мере Просвещения общества В том случае Если это будет Необходимо Власти Если власть Достигнет Такого уровня Понимания Что пора уже Не просто удерживать народ А пора уже Быть народной властью Потому что сейчас Все таки отрыв У нас есть И не совсем можно Назвать народной властью Так если положа руку на сердце Отрыв все таки Значительный существует Из-за сложившихся обстоятельств Из-за нашего бездействия Из-за нашего бездействия Да-да Ну так или иначе Я просто говорю Так это и есть И вот Если мы хотим Чтобы что-то изменилось И если наверху Тоже это хотят Вот это воссоединение Оно будет на пользу Когда это наступит И наступит ли это вообще Я пока не знаю Но Опять же Как один из людей Мечтающих О светлом будущем Для всей нашей державы Я вот этого Очень Очень и очень хочу Напоминаю нашим радиослушателям Что Мы принимаем вопросы Из чата Народнославянского радио И также Из канала Ютуб Где идет Видеотрансляция И вот как раз Оттуда вопрос Эржан Женя Бердинов Я боюсь Америкоскую Про Что нам делать С этим Вопрос из Ютуба С чем с этим делать Про Американская Про Ну Видимо Противоракетная Оборона Имеется ввиду Наверное Что нам делать С про Ну Это конечно Не хотелось Говорить о средствах Вооружения Но так или иначе Хочешь мир Готовься к войне Я сказал о том Что это технологии Двойного назначения И в том числе Секретные Почему Потому что Это можно использовать Как средства Доставки Оружия Массового поражения Они будут Очень Недовольны Этим И соответственно Могут быть Миниатюрные Абсолютно Устройства Которые Все системы Про Проведут В полную Негодность Вот Хотя бы Механически Возможно Воздействовать На электронном Уровне Но Возможные варианты Я абсолютно Убежден У первого лица Вариант развития Есть Но Опять же Вам говорю Что Общество Не готово А чтобы Общество Направить В это Русло Необходимо По всей вертикали Власти Подготовить Кадры Либо Если общество Не готовится Нас ждут Русские марши Там Мальцевы Митинги И И соответственно Какое-то Противостояние Ну А как По-другому Но Про Нам Я думаю Что С теми Технологиями Которые Я описал Нам Про Абсолютно Мы же Нападать Не собираемся Вы поймите Про Это как бы Противодействие Мы нападать Не собираемся Существует Орудие Возмездия Планируем Что На нас Тоже Нападать Вооруженными Силами Не будут Поэтому Все в порядке Но Я говорю Что невозможно Размышлять О создании Новых средств Перемещения В пространстве Если мы Будем Исходить Из Постоянного Разговора Об оружии Задача Чтобы каждый Гражданин Имел Собственные Транспортные Средства Ну Как автомобиль Садится В капсулу Задает Маршрут Компьютер Одномоментно Ведет 7 миллиардов Целей Знает Маршрут Перемещаемого Каждого Объекта И прокладывает Только твой Индивидуальный Маршрут Ни с кем Не пересекающийся И вот Безопасный Это может быть Универсальное Средство Оружия Да Если это Загрузить Динамитом И там Где много Людей И взорвать Будут Большие Жертвы Да Ну Что теперь Не развивать Ну Потому что Это вот Разговор Такой абсурда Динамитом Можно начинить И фуру И фуру Можно взорвать В Москве Есть автомобильный Мост Ложниковский А внизу И метро И можно подгадать Момент И там будет Много человеческих Жертв И что теперь Фуры не развивать Не использовать То есть Это вот Постоянный разговор Но лично Про Мы можем Не бояться Да Хорошо Идем дальше Аркуинон Задает вопрос В эфир Здравия Ярослав Как обстоят дела С производством Электротранспорта От Ду Ю Нова Конкретно Электровелосипедов Для народа Есть ли у него Планы на ближайшее будущее По продаже Их или комплектов Для самостоятельной сборки Мотор-коресо Контроллер Аккумулятор И тому подобное Лично С Дуинова У меня общался Уже наверное Месяца 4 До поездки в Крым Я с ним общался Последние новости Знаю Что Они сделали Мотороллер Им прислали Мопеды Две рамы Два мотороллера С бензиновыми двигателями На условиях Что они Мотороллер Один Возвращают обратно Переделанный На электроколесу Один Оставляют себе И на этом мотороллере Они будут обкатывать Свой собственный контроллер Но контроллер Эта штука Очень сложная Капризная Поэтому не все так просто Всплывает много Подводных камней Это раз И второе Производство Которое планировалось И о котором писали Там в газетах Или на портале Что в Липецкой области Какая-то свободная Экономическая зона И там они сейчас Уже строятся Это все пока Предварительно Пока в планах Никакое предприятие Еще не взялось Не взялось За это дело И Все в переговорном процессе Пользуюсь случаем Приглашаю Дуинову На переговоры Но пока Дуинов Как-то Ведет Очень аккуратную Осторожную позицию Почему Не могу сказать Ну сейчас Наверное Много появляется Различных шпионов Которые хотят Получить технологии И может быть Этого опасается Кто-то там Возьмет к себе Присвоит что-то И потом Будет кататься На этих велосипедах Весь мир А он будет стороне Настоять Наблюдать Руками развить Ну как же так Я изобретал Они катаются Я об этом ничего не знаю Ладно Идем дальше Дуинов Дуинов Вот я для общества Поясню Что люди ждут колеса И это абсолютно Глупая затея Потому что Мы по цене Проигрываем Китаю Об этом Писал Забыл фамилию Почему Россия не Америка Паршев Паршев Экономист Паршев Писал Почему Вот По По Климатическим Особенностям Что нам В обогромных Производ В общем Энергопотребление У нас очень высокое Электро Цена на электричество Стала мировая И мы Конкурентно Не способны А Дмитрий Александрович Дуинов Важный Аспект В том Что Он Как инженер Говорит Что нам Инженерам Наука Ничего Не рассказала Про электричество Ну Очень мало Рассказала Про магнетизм Еще что-то И то Что мы Крутим Двигатели Это По Наитию По инженерному Наитию Как делали Наши Ну Предыдущие Значит Учителя Топологии Электромагнитного Поля Единой Топологии Не существует Единой Теории Объединяющей Сильные Слабые Ядерные Взаимодействия Гравитацию Магнетизм Не существует И Дуинов Дмитрий Александрович Один из немногих Ставит задачу Именно О познании Глубинных Процессов Потому что Когда ты знаешь Тут фраза Ациковского Нет ничего Более практичнее Чем хорошая Теория Потому что Если теория Твоя верная То на базе Этой теории Ты можешь Строить Бесчисленное Количество Прикладных Изделий А нам Нужны Прикладные Изделия Вот Вменяемых Грамотных Промышленников Которые Не может Ну давайте К следующему Да Так дальше Виктор Уточняющий Вопрос Задает Что конкретно Произвел ВПК За последние 16 лет А что За нынешний Год Мы можем Не отвечать На вопрос Если он Довольно Растянутый И отослать Справочником Просто А можем Ответить Что Произведено Военно-промышленным Комплексом Ну вот Одна из Рабочих Технологий Которые Применяются На военной Технике И она Сейчас будет Применяться В мирной Технике Это Двигательная Установка Например Для танка Танковая Двигательная Установка Газотурбинная Вот Мы Лидируем Ну я не знаю Лидируем Или нет Но в общем У нас хорошие Результаты По двигателестроению Есть По турбинам В том числе В определенном Разделе И вот Данная Разработка Будет Применяться И для Мирного Применения Чтобы Обеспечивать Объект Энергии Тепло Либо Холодом Ну что и Положено Вот По войне Это касательно То о чем Говорил Кондрашов Александр Саныч Светлая Ему Память Не скалярное Оружие А использование Скалярных Волн Наверное Следили В интернете Что У России Есть Разработки Которые Обманывают Электронную Систему Наведения Ракет Противника То есть Когда Система Думает Что объект Находится Вот Здесь А на самом деле Объект Еще метров Через 300 То есть Такие вот Были Инфракрасные Ловушки Сейчас Электромагнитные Ловушки Создание Ложных Целей И Ложное Считывание Это Вот В области Защиты Электронного Противодействия Есть Ряд Наработок По Новым Материалам По Созданию Брони Ну Это Понятно То есть Развивается Тема Нанотехнологии Нано Порошков Из Нано Порошков Вылезает Соответственно Броня Толщиной В лес Бумаге А ты Ее Пробить Не Можешь Там Ну Снаряд Бронебойный Понятно Пробьет Лес Бумаги Но Никакая Пуля Не Пробьет Ну И Соответственно Нано Порошков Выходят И Взрывчатые Вещества Часть Этого Экспериментально Экспериментально Было Изготовлено Существует Сейчас Все Больше Уходят В Роботизацию Создаются Беспилотники Создаются Роботы Идет Интерфейсы Созданные Колесные Или там Винтовая Тема Движения Понятно Все борются За ресурсы Энергопитания То есть Снижение Энергопотребления Энерговооруженность Поэтому Тема Эфира Она Объективно Созревают Все Предпосылки Во-первых Старая Научная Парадигма Уже Существует 150 лет И ей Пора Меняться Мы Стоим На пороге Экстенсивного Скачка Роста Ну вот И В первую очередь Это все Обкатывается Только в войне Чтобы граждане Понимали Во всем мире Всегда Технологии Развивались Только Благодаря Военному Заказу Поэтому Все что Прорывное Есть Это в первую Очередь Военное Но про спутники Космос Там Лазеры Я про это Не говорю Там прорывы Большие Но вопрос Опять Энергонакачки Лазерное Оружие Оружие Будущего Вопрос Всего лишь Чтобы На каждое Устройство Оснастить Мощным Источником Энергии И Тогда Война Будет Занимать Считанные Секунды Доли Секунды А может Вообще Войны Не будет В этом Случае Хорошо Желательно Да Да Ну опять Оружие Сдерживание Это очень Важно Если Оно Будет Точным И Невозможное Будет Удержать В этом Случае Не будет У агрессора Желания Проводить Агрессию Это опять же Хищник Никогда Не нападает Если понимает Что он может Лишиться Зубов И ему Будет Очень Очень Плохо Вот это Особенность Которую Необходимо Учитывать Так Дальше Да Еще уточнение Маленькое Что на мой взгляд Все таки Не все технологии Полезные Человечества Выходили из войны Это в современном Цивилизационном Обществе Которое Развивается Последние Несколько Тысяч лет Вот Там да Такое Присутствует Потому что Сама парадигма Она В общем-то Была настроена На завоевание Других народов И поэтому Другим народам Приходилось Очень серьезно Обороняться А в древности Опять же На мой взгляд Там было Все несколько По-другому Поэтому Не было Необходимости Именно через войну Что-то делать Были технологии Уже даны И известны И применялись В мирных целях Ну это Опять же Наверное Не сегодняшняя Передача Тема Так что Мы идем дальше Андрей Вопрос в эфир Зачем СССР Поддерживал Национальные окраины И на таком уровне Зачем Скрывалась Неприязнь Национальных окраин К центру Почему-то Только в СССР Было заложен Принцип деления На субгосударства По национальному признаку А в чем вопрос? Ну почему Так было сделано В СССР Для чего Это было сделано? Судя по всему Так вопрос Случит Для чего Почему И может быть Кем? Если не хочешь Отвечать Мы пойдем дальше То есть Не обязательно Прямо отвечать На этот вопрос Сказать что Давайте В следующий раз Поговорим Или может быть Справочник опять Какой же Полистаем Слушай Ну насколько я знаю Что вот сейчас Ну какая промышленность Где какая промышленность Только сейчас Там в Казахстан Стали вкладываться В каких национальных окраинах Что там есть Можно любые страны Пересчитать И так или иначе СССР Занимала Позицию Занимала позицию Чтобы Трудовые ресурсы Занимать Трудовые ресурсы То есть По полному Аллогизму Размещали Те или иные Какие-то Производства Что были Заняты люди В регионах Это СССР Проявляло Такую Позицию То что были настроены Против русских И скрывало Эти настроения Я просто Лично Не видел Не знаю О чем идет речь В девяносто первом году Фергану резали Когда Вот это я знаю Я служил С товарищем Андрей Колпаковым Он был из Ферганы И рассказывал Об ужасной Резне Которой подвергли Русских В Чечне Подвергли Резне Ну и во многих Как бы Почему скрывалось Не могу сказать Не знаю Хорошо Идем дальше Света задает вопрос Ярослав Что у тебя написано Или нарисовано На значке Благодарю Так что Нарисовано На значке Сейчас покажу Наверное Смотрит С обратной стороны У меня магнит То есть Мне прокалывать Майку не надо Это вот такое Небольшое Изобретение Инновация Такая некая Инновация Несколько раз Я прикалывал И неудобно И вот на магнит Это очень удобно Что же здесь изображено Сейчас мы крупным планом Покажем Свет надо дать Написана Глобальная волна Прорывные технологии Новые научные парадигмы Совесть Действия Ответственность А честь Совесть Действия Ответственность Ну потому Я подписывал Письмо президенту Что за все Изложенное Я отвечаю Честью И достоинством Вот Надо же было Как-то пафосно Усилить Послание Вот Поэтому это Перешло И на значок Честь Совесть Действия Ответственность Хорошо Благодарю тебя за ответ Следующий вопрос От Олега Из Иркутска Ярослав Как относишься К утвержденному В декабре 2014 году Президентом Российской Федерации Закону О территориальных Территориях И опережающих развития То есть Закон О ТОРах Он вызвал Здравомыслящие части Общества Негодование Огромного масштаба В интернете В частности По сути Это продажа Родной земли Земли Юридическим лицам Иностранных государств Идет выселение Местного населения Под разными предлогами Но средства Массоинформации Молчат Нужно проводить Референдум Бить тревогу Плюс к тому Принять закон О службе В вооруженных силах Российской Федерации Иностранных граждан Преступные законы О мигрантах Которые Подрывают Стабильность В стране И защищенность Коренных народов России Какое твое мнение? Ну тут в один вопрос Очень много Да, да, да Олег он такой Он сразу решил все Значит По Торам Каждый мнит себя Стратегом В виде Бой со стороны Мы даже себе Представить не можем В каком Ну В каком ритме Принятия решения Находится Первое лицо Если Подавляющим Большинству Людей Предложить Эту жизнь Вы никогда В жизни Не согласитесь Потому что Вам нужно будет Ежедневно Вот такую Кипу Или несколько Таких Кип Ежедневно Как минимум Перекладывать Их надо Прочитывать Вникать В суть дела Расписывать Помнить Кому что И как И так далее По поводу Торов Понятно Что здесь Могут Быть Вот Инсинуации Что идет Продажа Территории Но с другой Сороны Необходим Законный Механизм Почему Партнер Или кто-то Находится На этой Территории В рамках Действующего Законодательства Девятов Этого Описывал Что у нас За Уралом Населения Практически Нету И мы Не используем А Международное Сообщество Может поставить Вопрос Ну Дискуссионно Так Поставить Вопрос Но все Больше И больше Вкидывать В общество О Неэффективном Использовании Тех Ресурсов Которые У нас Есть Понимаете К чему Подводят Неэффективное Использование Вот То что Это Россия То есть То что Территория Из состава России Не выбывает Это Однозначно Территория Опережающего Развития Получает Определенные Там Налоговые Преференции Еще что-то И Снимает Вот этот Вопрос Неэффективное Использование С повестки Дня И Позволяет Каким-то Образом Контролировать Ту Миграцию Которая Неконтролируем И Существует Я Не был Вот На Российско-Китайской Границе И вот На этих Территориях Но люди Которые Там Живут Пишут Что Идет Очень Массированная Миграция Ну Она Как бы Естественная Люди Знакомятся Люди Женятся Переезжают Создаются Там Предприятия Какие-то Вот Но Я считаю Что Но Важно Изучить Эту Тему Опять же Не забывать Что мы Можем Сделать Сделать Мы можем Что мы Равномерно Расселимся По этой Территории Создание Новых Средств Перемещения В пространстве Новой Энергетики Позволяет Нам Расселить Мегаполисы Вам Не нравится Что Территорию Заселяет Кто-то Другой Дорогие друзья Значит Мы Туда Должны Поехать Значит Мы Должны Рожать Детей Которые Там Будут Расти Тут У меня Детей Не Очень Много Я Вот В этом Плане Не Герой Нужно 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 Чтобы Приходящее Поколение Было Больше И Казалось Бы В непроходимой Тайге В природных Условиях Основами Технологической Возможности Мы Можем Комфортно Существовать Не нарушая Природного Баланса И Ни у кого Никаких Вопросов Не будет Кому Эти территории Там Отданы Значит Надо Брать Свои руки А так Здесь Сидя по городам Удивляться Почему Царь-батюшка Ищет пути Каким образом Не допустить Продолжение Переворота В стране Поймите Что Ну Вот Я убежден Что Иосиф Васильевич Убрали Убрали Вот Там Хусейна Убрали Милошевич Убрали Каддафи Убрали Ну Видимо Владимир Владимирович Не хочет Рано покидать Этот земной План Хочет еще Быть полезным Это мое Видение Вот Мне видится Что Он сохраняет Вот такой Тезис Если бы Владимир Владимирович Хотел бы Слить страну Он ее слил бы Давно Вот у меня Вот видение Понимание такое Мы не можем Знать всех пазлов Он не делится Всем А политика Это дело Очень такое Многофакторное Сложное Так На что Я не ответил На какой Поторм Ответили По миграции По миграции По тому Что был принят Закон о службе В вооруженных силах Российской Федерации Иностранных граждан Также были приняты Преступные По мнению Олега Законы О мигрантах Которые подрывают Стабильность стране И защищенность Коренных народов России Ну Может быть Многие законы О которых Вот говорится Мне не нравится Вполне Могу думать Что они Понятно Кто их Двигает Понятно Какая дума Их двигает Якобы Это дума власти Но там Очень много Капитализм У нас развивается Все таки У нас система Капиталистическая Соответственно И в думе Присутствуют Товарищи От капитализма И кого они Представляют Понятно Возможно ВВ считает Еще не преждевременно Бить по рукам Ему нужно Опереться На кого-то Возможно Если мы есть Вот на нас Можно будет Опереться А если на нас Нет Ну Сложно удивляться Что один царь Батюшка Хочет за нас Холопов Таких глупых Вот Облагодетельствовать Капитализм Друзья Капитализм Забудьте Если вы Старшего возраста Забудьте Что Социум Должен Любить Гражданина С какого Рожна Плати бабло За бабло Тебе будем Тут ботинки Чистить Нет бабла В рожу Плюнем Все Будьте Любезны Ну тогда Следующий вопрос От Владимира Заметича Который так Пересекается И Вопрошает Он Ярослав Все понятно Кроме одного Когда же нам Станет лучше жить Нам станет Лучше жить Тогда Когда граждане Мы с вами Начнем Говорить О Новом Технологическом Укладе Об автономной Энергетике В первую очередь Автономная Энергетика В каждый дом Если общество Вокруг вас Об этом Не говорит Значит Не скоро Вот я выбрал Об этом Говорить И вот Мое Нахождение В прямом эфире Радио Интернета Еще что-то Вот я свою жизнь На это кладу Я в этом Вижу И драйв И может быть Существует вероятность Что при жизни Удастся полетать На летающих Браслетах Ну вот смотри Я тоже интересуюсь Этой тематикой И довольно Давно уже интересуюсь Поэтому У меня такой вопрос Который следует Из следующего Перествования моего Вот Начинаешь переписывать Человеком Который якобы Там Теслу Довел до ума Ну имеется Не самого Тесла Конечно А изобретение Катушки Тесла Кто-то там Сделал генератор БТГ Бестопливный Кто-то там Еще что-то сделал И показы Демонстрируют Вот смотрите Вот у меня видите Лампы горят Там и один киловатт Там я нагрузку даю И два И три Там и там До пяти киловатт Я довожу И все хорошо Замечательно Вот отлично Показал Видео снял Показал Что проводков Никаких не идет Что у него там Аккумуляторов нет Что это может работать Там не один час И без перерыва И все здорово Хорошо Как только начинаешь Переписываться А давай вот эти технологии Вот теперь Как-то так В мир запустим Чтобы Каждый Как ты говоришь Каждый дом Свой БТГ Был там И все было хорошо И замечательно И в ответ Или тишина Или такое Ну вы типа Сами что Не можете сделать Все это известно Давно-давно Получается что Да Или кто-то предлагает Там Какие-то Нереальные деньги За то Что он Даст Схему Якова продаст Или может быть Саму там машинку Сейчас вообще Мошенники появились Которые там За 15-20 тысяч Вам Пятикиловаттный Там или Десятикиловаттный БТГшку Подгонят Без вопросов Но они не готовы Встречаться Ну вот Давайте сюда 50 или 80 процентов Предоплатно Этот счет Ну а дальше Мы вам уже Почтой России Или какими-то другими Компаниями Это все отправим Ну похоже на развод И много откликов Таких что да Кто-то там пытался Отослать И в конечном итоге Ответа не привета Так вот У меня вопрос О чем думают Те люди Которым на самом деле Удалось Это сделать Почему они Не делятся Конкретными Прямо чертежами Что вот так Вот так Вот там Вот такие Там разобрать БТГ Снять Показать картинки Вот эта деталь Вот эта деталь Вот эта деталь И Почему такая спекуляция Идет Неужели люди Не понимают Что В дальнейшем Невозможно Просто так На этом зарабатывать деньги Это технология Которая подразумевает Не заработок В первую очередь денег Иначе Конкуренты Из других корпораций Сейчас существующих Просто-напросто задушат Вот да Рассмотрим Во-первых Наверное с другого начинать Есть ли такие технологии Ты их в руках держал И второе Почему Вот происходит то Что я обозначил Значит Устройство Одноразового запуска Я лично В руках не держал Вот то что Вот показывают Магниты Лампочки светятся Или там вот Катушки намотанные И так далее Лично не держал Общался лично С Акулой С Акулой Общался С другим Не общался Капаназо Не общался Но общался С Милиниченко Милиниченко Знаком такой? Ну Известен по своим Каким-то там Ну Хорошо Ты продолжай Не отвлекайся Известен Неизвестен Давай дальше Развивать В общем В руках не держал Но Но Если у тебя Предрасположение Верить тому Что это реально Существует А не просто Очередной фейк С малозаметными Проводками Нет Я считаю Что это фейк То что показывают люди Я считаю Это фейк То есть Я этим занимаюсь Потому что Ну Есть во-первых А Теоретическое обоснование А Потому что Получены Прорывные Технологии С нано Порошками Из них Исходя Синтез И так далее Этими Опытами Я занялся В попытках Просто На безрыбье Найти И Что мы Сами Может быть Сделаем Кулибины Пока занимаемся Распространением Информации Вот Но Общавшись Например С Рыбниковым У каждого Своя какая-то Мотивация Вот Юрий Степанович Рыбников Говорит Что он создал Требогенератор Он знает Как получать Энергию Запустить Порошок Чтобы он там Крутился И снимать Энергию Но я вам Не расскажу Почему А потому что Если я вам Расскажу Вы все равно Ничего Не сможете Сами сделать Ну Потому что Во-первых Мало кто Может из вас Это что-то сделать А капиталисты У вас Это дело Отберут И будут Использовать Против вас А вам запретят Это использовать Ну Самим делать Точнее Будут закон Принят Что самому нельзя А если они сделают Они будут вам продавать Вот Он по этой причине Не хочет Раскрывать А другие И по какой причине Ну вот Мельниченко Семь лет тому назад Говорит Я Я шахматист И я хочу Жить Я хочу Продвигать Своё Изобретение Свою Идею Как Некий Школьный Опыт На Несколько Ватт За Школьный Опыт И за Несколько Ватт Не убивают Вот Вот А если я сейчас Покажу Вот Как Тут Получить Киловатты Типа Убьют Вот Но это было В 2007 Году Сейчас Прошло Несколько Больше Лет Он Пытается И Больше Чего Получить Но Пока Не Получается Вот По Нано Порошкам По Стратегической Технологии Которая Была Создана Это Работа Нескольких Институтов Фундаментально Прецензионно И Там Алгоритм Внедрения Был Какой Что В институте Стоит Установка Которая Демонстрирует Работспособность Но Она Опытная И Искался Бизнесмен Который Готов Был Выделить 1 Миллион Долларов Для Создания Промышленного Прототипа И Создание Фирмы В Которые Вошли Бо Ученые И Бизнесмен И Соответственно Они Входят Туда Вот Этой Установкой И Ее Эксплуатируют За Много Несмотря На То Что Это Был Уровень Зам Директора Института Крупнейшего Московского Или Там Всесоюзного Такой Человек Не Был Найден Кто Вложил Бо Миллион Долларов А Технология Такая Что Ее Передавать За рубеж Западным Партнерам Нельзя Потому Что За это Светит Уголовная Ответственность За Предательство Ну Распространение Государственной Тайны Может быть Я всего не знаю Могу догадываться Соответственно Поэтому И Алгоритм Был В ходах Бизнеса Что Ученые Входят Эту Установку Ее Эксплуатируют Что Формально Юридически Они Ее Не Продают Они Ее Эксплуатируют Но Знание Как Они Работают Как Она Настроена Еще Что Они Не Передают Это Очень Важный Юридический Момент Вот Поскольку Такой Бизнесмен Не Нашелся Установка Была Вывезена Из Страны Под Видом Пищевого Оборудования И Где-то На бескрайних Просторах Нашей Планеты Эксплуатируется Причем Ну Окружающие Не знают Как она Работает Ну Каков Ее Принцип Там И так Далее Делает Что-то И делает И все Вот Я Со своей Стороны Уполномоченного Представителя Президента Проинформировал То есть Почему Я об этом Рассказываю Ну Я об этом Информировал Полномоченным Представителем Президента Он Сказал Что Эта Тема Мало Интересна Я пытался Нагнать Шороху Сказать Это Национальная Стратегическая Безопасность Страны Он Говорит Ну И Ладно И все Установка Уехала Изобретатель Лежит На дне Говорит Ну Если у тебя Когда-то В жизни Будет Контакт С Владимиром Владимировичем Ну Ты с ним Готов Встретиться Повествовать Рассказать Что у нас Есть То есть Есть ли у нас То что Опережает Весь мир Да Есть Мы это сделали Да Мы это сделали Тактико Технические Характеристики Изделия У меня Вконтакте Выложены Я их Каждый раз Когда приходит Какой-то Тролль А что у тебя Есть Такого Вот Что ты Столько лет Где результат Я им Этот документ Сую За 7 лет Никто не сумел Не прокомментировать Ничего Ну Измельчение Материи Бесконтактным Образом До Одного Нанометра Производительность Там 3 тонны в час Энергопотребление Там 30 киловатт Это фантастика Ни у кого в мире Подобного нет Вообще Ни у кого Одна только Эта технология Может всех Россиян Распустить по домам Платить Социальные пособия Высокие Чтобы все были Счастливы И довольны Вот только Одна вот эта Технология При Новой научной парадигме Таких технологий Абсолютно В каждой области Деятельности Человека Да Хорошо Это уточнение Которое Дмитрий По поводу Очень много Приходит писем Что в интернете Есть сайты Где вот Мы создали БТГ Пришлите нам Денег И так далее Я считаю Что это лохотрон Ни в коем случае Деньги не пересылайте Каждый раз Когда такая фирма Новый сайт Появляется Мы делаем Дежурный звонок Кто-то из зрителей Делает дежурный звонок И мы говорим Что глобальная волна Готова приехать Заснять Ну ознакомиться Согласно Ну ознакомиться С тактихническими Характеристиками И купить Все пропадают Никто Не согласен Ну объяснение Что боятся Что их убьют Но с другой стороны Уже прошло пару лет Эти сайты Появились Не вчера Уже несколько лет Эти сайты Появляются В сети Нету ни одного человека Кто сказал бы Что я вот Купил И вот у меня работает И люди прячутся Я думаю Что это фейк Вот Призываю Лишний раз Призываю Граждан Которые Которые имеют Секрет Что цель И задача Глобальной волны Это В прямом интернет Эфире Показать Принцип Создания Такого устройства Не ждать Пока это пройдет До промышленности Пока олигархов Там и так далее Если это можно Создать И вы готовы Этим поделиться То вот у нас Уже аккумулированы Люди У которых Есть дома Не только желание Но и есть паяльники Есть паяльные станции Там Оборудование И готовы Повторить Пусть этих людей Будет не так много Но Появится Энное количество Видеосюжетов Также С техническим Рассказом Как это повторить Вот Молодое поколение У нас сейчас Есть продвинутые Есть интересные Кружки То есть Задача Чтобы это стало Распространяться Дорогие друзья Вот самый Высокоэффективный Метод распространения Когда никого Не надо будет уговаривать Когда люди увидят Потому что Сейчас мы Оперируем Только В словесном Формате И гораздо Было бы Больше Больше Результативное Чтобы Люди Увидели Ну Удивление Хотят люди чудо Увидеть Вот оно Это чудо И За эти годы Сформированы Сотни людей Готовы За несколько Суток Повторить Это изделие Только бы Оно Было Вот Но его Создать Сложно Потому что Речь идет О Следующем Технологическом Уровне Развития У наших У наших Исследователей Как правило Паяльник Молоток Зубила Тиски С таким Ресурсом Не все Можно Создать Поэтому Желательно Лаборатория Как пример Есть лаборатория Вусова Есть лаборатория В Тесла Холле Есть лаборатория В Санкт-Петербурге С людьми Можно связываться Часто Делаются Оттуда Прямые Интернет Эфиры Следить То есть Максимальная Прозрачность В этом Плане С нашей Стороны Вот Уточнение Дмитрия Почему Никто Анонимно Не желает Рассказать О свободных Технологиях Не ради Корысти Почему Таких Людей Не Находится Не Светясь Не Показывая Своё Лицо Не Показывая Где Он Это Сделал Просто Взять И выложить Ведь Все же Говорят Что Вот Нас Задушили Электрические Там Всякие Прочие Супер Владельцы И Не дают Нам Жития А тут В каждый Дом Можете Пожалуйста Сделать Потом Взял Перелезал Провода Которые К тебе В дом И живёшь Счастливо Довольно Занимаешься Уже Чем тебе Нужно Тепло У тебя Электричество Но Не Находится Таких Людей Которые Вот Как думаешь Почему Таких Людей Нет Не Верят В общество Не Верят Я В принципе Ну Смотрите Вот Я за эти годы Предъявил Говорю Вот Есть Медицинское Направление Есть Фитолазер Форес Доктор Купеев Биорезонансное Воздействие На организм Не Верите Давайте Проверим Давайте То есть Я предлагал Это И там Кто баллотировался В какие-то Я говорю Давайте Сделаем Клинику И проведём Там 20 человек Ведь Речь идёт О том Что можно На На страну Новую Систему Здравоохранения Но нужно же Убедиться Давайте Проведём Опыт Эксперимент И Общество Не может Общество Не может Даже Скинуться Там На Несколько Людей Чтобы Провести Это Дело Также Может Быть Те Люди Которые Изобрели Хотя Вот Сейчас Я Вот Это Дело Рассказываю Должен Вам Во-первых Людей Которые Что-то Сделали Их Единицы А может Даже Не сделали А задумали А им Никто Не верит И Вот Полгода Тому Назад На Глобальную Волну Пришёл Человек Владимир Он Сказал Я знаю Про Электричество Знаю Как Сделать Устройство Готов Этим Поделиться Но Сначала Нужно Запатентовать Я говорю У меня Денег Нет Я не Знаю Но Если Без Патента Я не Буду Рассказывать Вот И Вышли На Есть Олег Басаргин Время Генетика У него Товарищ Дмитрий И Они Оплатили Патент Сделали Мы Совместный Патент И Буквально На Прошлой Позапрошлой Неделе Пришло Подтверждение Из Патентного Бюро Что Формальную Экспертизу Мы прошли И Патентная Заявка Принята К рассмотрению И В ближайшее Время Сейчас Автор Изделия Думает Над тем Как До нас Донести Эту Информацию Он Говорит У меня в голове Есть понимание Я думаю Как до вас Донести Это дело Вот Один из моментов Почему люди Не раскрывают Потому что Нужна Патентная Защита Если Патентной Защиты Нет Они Не хотят Раскрывать Вот Мы решили Вопрос Патентной Защиты Перешли К следующему Этапу Человек Предварительно На словах Согласен Раскрыть Ну Немножко Времени Подождем Увидим Что Раскроет Называется Магнитный Насос По-моему Магнитный Насос Так Хорошо Хорошо Смотрим Еще Несколько вопросов Есть Я думаю Что Больше вопросов Пронимать Не будем Чтобы Как-то Ограничить Все-таки В трех Часах Эфир А не Растягивать На 6 На 8 Часов У нас Эфир Пойдет И дальше В ночь У нас У нас У нас Зрители Ждут Когда Мы Закончим На Славянском Мире Терпили И Продолжать Да У вас Там Будет Еще Своя Свадьба Ладно Тогда Когда Мы Закончим Аккуратненько Выйдем Не хлопай Дверью Чтобы Никого Не спугнуть А вы Будете О своем Продолжать Итак Вопрос От Эдуарда По поводу Первоисточников А где Взять Первоисточник Алфавита Введенного В 30-х Годах Прошлого века Честно говоря Немножко Не понимаю Этого вопроса Но если Ты знаешь Что скажешь Если нет Пойдем дальше Нет Не знаю Идем дальше Вопрос От Владимира Ярослав Допустим У тебя есть Собственный Рейтинг Документальных Фильмов Какой фильм Занимает Первое место В этом рейтинге Какой фильм Занимает Первое место Я думаю Что По первоисточнику По Фундаментальной Значимости Это Репортаж Из Института Из Дубны Юбилей Гореева Гореев Ангел Ахмангареевич И у него На юбилее Был Рухадзе Рухадзе Амри Амри Авросимевич Чем интересен Этот сюжет Что Гореев Как раз Тот самый Человек Который Мне говорил О том Что Он склонен Считать Что есть Мгновенные Скорости Что есть Что Каждая частица Знает О поведении Другой частицы Голографичность Пространства И он Всю жизнь Повествовал О холодном Ядерном Синтезе Он был Самый Цитируемый Физик Теоретик СССР Он на английском Языке писал И за рубежом Он был Самый Цитируемый Физик И он Был Самый Непризнанный Физик У нас В стране Рухадзе Отвечает Да Вот это Наверное Мне пришел В голову Сейчас Самый Знаковый Такой сюжет Какие Эксперты Могут Подтвердить Мои слова Возвращение Есть академик Российской Академии Наук Потому что Мне часто Говорят Ярослав Ну ты не физик Ты вообще Не инженер Твои физические Знания На двойку Ну куда Ты лезешь В такие Высокие Материи Я говорю Друзья Я всего лишь Исследователь Ну чего У меня За хвост Я понял Что общество Не знает Того что Я слышу И вижу Единственная Возможность Мне как То сказать Я не вру Взять видеокамеру И мне Посчастливилось Вот быть рядом С этими людьми Вот я это дело Зафиксировал И вам предъявляю А дальше Ваше дело Находиться В собственном Самообмане Да это клоун Выступает Нету ничего Этого Если было бы Уже давно Внедрили бы Понятно Ты предоставляешь Людям возможность А дальше уже Физики и лирики Будут принимать решения Насколько это все Правдиво Хорошо Вопрос В эфир От Олега из Иркутска Ярослав Проводил ли ты Личное исследование О Изменениях Внешности Президента Российской Федерации Ведь на видео В интернете Четко видно Что Владимир Владимирович Образца 2000-2004 года Отличается От сегодняшнего Формы Черепа Глазами И другой Антропологии На немецком языке Раньше Владимир Владимирович Говорил без переводчика Свободно общался Сейчас Без гарнитуры Не общается Если говорит То с ошибками Собака Его не признала Жена ушла Есть сведения От его служицев По его службу В Германии Что он их Перестал Узнавать лицо Кто правит Нам Ярослав Благодарю Вот такой Острый вопрос От Олега Из Иркутска Честно вам скажу Что эти сюжеты Я смотрел Конечно же Внимательно изучал Стоп-кадры Делал Но существует Презумпция невиновности Во-первых Раз А во-вторых Во-первых Мы истинно не узнаем И нам это Ничего не даст Даже если мы узнаем Что ВВП Это не ВВП А робот Например Ну и что дальше Ну узнали Ну робот Хорошо И Меня больше занимает Вот программа действий Вот я за сегодняшний эфир Изложил свое видение Вот программа действий Когда мы ответственны За свою жизнь За свою судьбу И в принципе Робот там Или не робот Но Даются же законы Местного самоуправления Кто нам мешает На уровне местного Самоуправления Поставить вот эти Озвученные цели И задачи Но мы их не ставим Почему У ученых есть Бровин говорит Что мы все Жертва Первого образования У сегодня действующего Образования Право первой ночи И я в эфирах говорил Что физика Кастрирована И инженерный состав Кастрированный Общество Кастрировано Поэтому ролики Про изменение Внешности Мне знакомы Лично я не был Не могу подтвердить Да или нет Не могу сказать Наводит Несколько На размышления Да Был достаточно Очень худой Стройный мужчина Сейчас достаточно Так плотненький Поправился Ушные раковины Там Ну Не знаю Говорят Пластика была Не было Может быть Моложе выглядеть хочет Или нет Спортом занимается Питание хорошее Возможно разные варианты Не могу сказать Но одно есть Одно есть благо Какое Прямо сегодня передача Воспоминания ученых Об этом говорил Федосеев Роберт Роберт По-моему Юрьевич Папа Роберт Что мы сегодня Живем с Владимиром Владимировичем И не осознаем В какое счастливое Время живем Если бы не Владимир Владимирович Во-первых Мальцева уже Ласта склеили бы И нашей трансляции С вами не было бы А мы На такие вещи Беседуем Транслируем Мальцев Честно говорит Вот Вор там В Кремле сидит И ничего Срок на это Не получает То есть Может быть Внешность и Другая Но Действовать Нам не запрещает Соответственно Это надо Воспринимать Как знак И быть активными Дальше Я вот тоже Неоднократно говорил О том что В данном случае Конечно Это все интересно Это все здорово Кто там Где чего Кто менял Кто не менял И вообще Подменили Не подменили Но мне в первую очередь Интересует Ты человек сам Который смотрит ролики Который Вот Приходит в семью Что-то обсуждает С друзьями Где-то там На работе Ты сам Что сделал Для своей державы Если так разбираться То существует Определенный Такой принцип Существования Общества Вот есть Грубо говоря Там 5 или 10 процентов Людей Которые готовы Генерировать что-то Которые готовы Что-то создавать И это выбрасывать В общество Дальше нужно Где-то около 30 процентов Тех Которые это Подхватят И с флагами С барабанами Пойдут в светлое будущее И начнут Стучать в трубы Звучать Дуть в трубы Стучать барабаны И за собой Всех других Поведут Еще 30 процентов Которые тоже Ведь не хотят В плохом жить Если нет Этих вот Зовущих вперед И идущих впереди Показывающих пример Они так говорят Что ну Хорошо бы Но мы ничего не можем А когда появляются такие Вперед идущие И зовущие И хорошие Правильные люди То они как правило Присоединятся То есть уже больше 60 процентов Населения Будет готово Присониться Есть конечно 30 процентов Которых И там Домкратов Не поднять С диванчика И от бутылки пива Не оторвать От телевизора Ну что делать Ну для таких будет Телевизор С более правильной программой Будет пиво заменено На что-то более полезное И программы Их детей Будут там Корректироваться И школьные И так далее Но где люди Хотя бы 10 процентов Которые Сейчас готовы Пожертвовать Может быть на первое время Своим благополучием Теплыми тапочками Уютным диваном У которых в головах Правильные вещи В общем-то крутятся Где они Которые готовы Для начала Начать Это все дело Раскладывать по полочкам Для начала Начать потом Это дело Вводить в практику В своей деревне В своем округе В своем доме В конце концов Ну заниматься чем-то Как хозяин То вот Про что мы постоянно Говорим На наших эфирах Становитесь Хозяевами своей жизни Становитесь Хозяевами своей земли Берите ответственность На себя Ну даже если там Представить Как ты правильно сказал Там биоробот Даже если так представить Ну что вы хотите От биоробота Что-то получить Ну хорошо Крикнули Биоробот Ура Биоробот Дальше что Что вы вышли На землю Стали ее благораживать Если узнали Что вам Руковод биоробот Что вы пошли Что-то создавать Может быть Вы как-то Людей объединили Ну я не вижу Ну хорошо Скажите Сейчас биоробот Дальше что Или вообще Нет Не биоробот Другой кто-то Которого вообще Нет того Владимира Владимировича Есть другой Который себя называют Владимира Владимировича Что дальше Вот узнали Эту тайну Золотого ключика Раскрылось все Ну и И И все И вот как правило Это все остается То есть Проблема-то не в том Кто сейчас там сидит Или не сидит А проблема в нас самих Что мы готовим делать Вот я знаю Что наступил момент Когда необходимо Делиться информацией Ты это почувствовал И ты бегаешь Прыгаешь С своей там Видеокамерой Пытаешься с кем-то Связываться Разбираешься И так далее Я так насколько понимаю Денег больших Ты с этого не получаешь Мы тоже с этого Денег не получаем Еще таких людей Которые занимались бы Чем-то Ну единицы А где Где остальные люди Которые кричат Что устали так жить Что вот Не хотят Чтобы их дети Травились чем-то Не хотят Чтобы детей Болванили Программы неправильные Какие-то там Инопланетяне В человеческих Личинах приходят Уничтожают Тот там Агрессирует нас Дальше что Где ваша реакция Не только словесная А деловая Где доказательства Вот до тех пор Пока вы будете Мямлить что-то Сидя за компьютерами И больше ничего Не будете делать Или даже Сидя за компьютерами Просто будете плакаться Так и все будет продолжаться Вот и все Ничего не изменится Неважно кто там Да хоть там козла С рогами посарят Уже будут Вокрытые рога Показывают там Или слона Приведут с большими ушами Или там крокодила Зеленого Чтобы он с чебурашкой Рядом ходил На гармошке играл Ничего не изменится Если вы сами Не захотите измениться Все время будете Искать предлоги А скажите Что там под кожей У этого крокодила А что там у слона Там под хвостом Будете какие-то предлоги искать Предлоги ищет тот Кто не хочет что-то выполнять А кто хочет что-то сделать Он делает Вот старая такая истина Дальше пляшем Вопрос от Виктора Из Харькова Система не предоставляет Не предоставляет инструментов Для выхода из системы Какие вы видите Инструменты Для создания новой системы И возможно ли создание Новой системы В искусственной сфере Обитания Больших городах Выход из системы Выход из системы Находится в системе Нам навязывают То есть Внедрили компьютеры Телефоны И интернет Нам дали интернет Это уникальная Коммуникационная среда Еще раз Которая не было У предыдущих поколений Только от нас Самих зависит Мы Получим знания По команду построению По Как устроить По юриспруденции По Избирательному праву То есть Мы должны сказать Ребята Мы всех критикуем Сами делать Ничего не умеем Да и не хотим Поэтому будем сидеть И Бубнить А можно Принять Ответственность За свою жизнь И свое будущее На себя Сказать Ребята Есть избирательное право Вот мы можем Участвовать Но если Кого-то Ликвидируют Я всегда говорю Ребята Расстрелянная статья Вообще-то Находится Ну на лидере Вам только Поддержать Устранять Если кого-то Будут То Безумного Лидера Выбивают Остальные Разбегаются Не знают Что делать Но Интересно Разработать Методологию Когда Вне зависимости От того Что убирают Лидера Или нет Программа Строится Не на лидере Не на харизме Лидера Донесение Информации Да На харизме Лидера Говорят Ярослав У тебя есть харизма Ну какая-то Немножко есть Было бы круче Если я умел бы Петь Танцевать Там И так далее Ну вот Есть сколько-то Вот Важно Это Взаимозаменяемость Каков инструмент Взаимозаменяемость И координация Координация Малая группа Малая группа По своей эффективности На принципах Ахроматизма Может Выполнить Задачу Гораздо Более сложную Которая Стоит перед Тысячами людьми Ахроматизм Это В принципе Искренности Открытости Доверия Вот А значит И по поводу Можно ли выжить В городах Ну я не понимаю Зачем выживать В бетонных джунглях Теоретически Можно жить В клетках Я считаю Что те дома В которых мы живем Это клетки Клетки Которые мы сами Еще охраняем Огромная инфраструктура Вынуждена сюда Поставлять Продукты Питания Идеальная картина Идеальная картина Что у каждого человека Собственно Индивидуальное Жилье Ну В идеале Автоматизированная Собственная Продовольственная База Овощи Фрукты Я не знаю Если животных Кто-то хочет есть Но это уже далекая Тема такая Кто как там Будет питаться Важно Что люди Должны быть На природе На Как можно Ближе к природе Но при этом Не в первобытном Природа Она Сама по себе Она Это хорошо Когда солнце И очень плохо Когда Морозный Ветер Направить Все силы Цивилизации На то Чтобы человек В любых условиях Чувствовал себя Комфортно И экологично Почему на природе Потому что Экологично В бетоне Это не экологично Мы находимся Друг другом Смесь Энергополей Люди Друг на друге Сидят Друг на другом Друг на друга Гадят И ходят На ненужную работу Город Вообще Это нужен Для того Чтобы было Оптимально Перемещение Рапсилы Из казармы На работу И обратно Если мы Меняем Парадигму На работу Нам не особо Надо ходить Соответственно И в городах Нам не особо Надо жить Вот здесь Подтверждение Пришло такое Цитата Реплика В эфир Причем здесь Путин и его Разрешение Разрешать нам Или не разрешать Это наша земля Это конституция Статья 3.1 Носителем Суверитета И власти Является народ Это наше право Статья 29 Каждому гарантирует Свободу мысли И слов Благодарю тебя За Реплику Такую Ты что-то Хотел дополнить И тебя перебил Нет Нет Все нормально Идем дальше Идем дальше Так Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Причем здесь Дума Совет Федерации Пятая колонна Католики Еще кто-то Кто подписывает Законы Ярослав Если президент Видит что Они опасны Для целостности Страны Ему не позволяет Совесть Честь и присяга Клятва на Конституции Их подписать Он не вольник И не мальчик маленький И он не вольник И не мальчик маленький И может принять решение И отправить На их доработку И признать Призвать к ответственности Тех кто их создает И сдает Ну Насколько Сейчас Видно Что Произошло Некоторое Разграничение Насколько Видно Что Президент Занимается Больше Внешней политикой А внутренней Политикой Занимаются Его Его Помощники Но я Слышал Такой Такой Циничный Текст Якобы Суркову Принадлежавший Сурков Или Дворкович Когда Владимир Владимирович Там Требует От них Поступать Вот как Зритель Как раз Это описал Они говорят Ну это Володя У нас Белый Ну белые Фигуры Не обязательно Что мы Белые Фигуры Или за Светлых Это он Рыцарь Светлый Не факт Что мы Светлые Рыцари Не может Один человек За все Нести Я понимаю Что Принятие Законов Его Подпись Он может Отправить В ВЕТО Но Могу Привести Пример Почему Обозлились На Путина Потому что При Борис Николаевич Ельцине Был подписан Закон О инвестициях В нефтедобывающую Отрасль И Разделение Дохода И соответственно Была Очень Несправедливая Формула Там Деление И Путин Это дело Анулировал Вот с того момента Можно Говорить о том Что Путин Проявил Политическую Волю И Не Позволил Продолжать Разграблять Бюджет Страны Но Даже В этом Все равно Находятся Критики Которые Говорят Что Да Он Сам В доле Он Свои Деньги Там Защищает И так Далее И Это Может Быть И Это Может Быть Но Мы Видим Что Западному Капиталу Был Дан Отпор Многие Очень Укоряют ЮКОС Но ЮКОС Был Создан По Схеме Ваучеров Искусственно Этот проехал Дарковского Он искусственный Это Ставленный Как бы Человек И Понятно Либералы Орут Какой Негодяй Владимир Владимирович Отобрал У ЮКОС Частную Собственность Но Отобрал И Передал Типа Своим Дружбанам Которые Теперь Рулят Этим Ресурсом Но Это Осталось Здесь Внутри России И Не Распыляется Но ЮКОС Отобрали За то Что Там В политику То есть Задача Была Сформировать Некого Финансового Олигарха Сырьевого И Попытаться Произвести Перехват Управления И Перехват Управления Происходил Именно Что Ходорковский Вкладывал Деньги В Проекты Ну Которые Сложно Заподозрить Что они Вот Какие-то Плохие Он Вкладывал Деньги Деньги В Детей Святой Разве Это Плохо Вкладывать Деньги В Детей Это Хорошо Но На самом Деле Это Была Кузница Кадров Которым Помогали И помогают Определенным Распределяться Или устраиваться Продвижение А иногда Просят О тех Или Иных Услугах Это Происходит Абсолютно Незаметно Для Общества Ненапряжно В принципе И для Людей Которым Это Дело Помогает Но Когда Нужно Продвинуть Тот Или Закон Проект Или Получить Какую-то Преференцию Или еще Что-то Возникают Люди Которые Напоминают О Братстве О Студенческом Братстве О Идеологическом Братстве О том О Помощи Добрых Людей И Настал Черед Мы Вас Не Трогали Столько Лет Но Пришла Нужда Были 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 Вам Благодарны Если Вы Рассмотрели Вопрос Так Или Так Но Это Судами Такое Происходит Или Еще Где Там Но Механизм Такой Но Это Не Значит Что Владимир Может Заворачивать Все Законопроекты Которые Продвигаются По Такому Принципу И Всем Давать Бой Я Считаю Что Пока Ни Общество Не Готовое Ну И Структура Вертикали Власти Не Готово А Люди Нас Поддерживают Я Смотрю У нас Уже 98 Зрителей Кстати Где Эти Люди Которые Поддерживают Вот Счетчик Показывает Что Люди Прибывают Подтягиваются Да Хорошо И Давай Два Последних Вопроса Зачитаю Чтобы Все-таки В три часа Выложиться Нам эфира Первый Написал Ну Даже Может быть Не реплика Ярослав Патентное Бюро Это Разводка Пример С музыкой Плагиат В авторском Круге А в народном То плагиата Нет И этим Все сказано И вот Дмитрий Дополняет Вопрос Эфир Зачем Патенты Эфир О выходе Из цивилизованного Тупика А тут Патенты Которые Цивилизация Придумала Это Как раз Ты говорил Про защиту Что Дядька Пришел И говорит Давайте Запатентуем Меня Потом Я вам Все Расскажу Есть Я Как раз Говорил Не Насилие Приходит Некий Автор Говорит Я хочу Так Ну Что Смысло Что Я ему Буду Рассказывать Да Нет Вы Знаете Патент Устарел Он Говорит Я хочу Так Либо Так Либо Никак Но Я же Должен Результат Сделать А не Спорить Это Вот То же Самое Что Я На улице Остановлю Полицейского И Буду Ему Рассказывать Что СССР Не Передавала Право Преемственность Российской Федерации Поэтому Сними Значок Ты Никакой Не Полицейский И Слушаться Я Тебе Не Буду Ну Что Задерж Было Посмотреть Не Посмотреть Можно В художественном Формате Но По сути Дело Если Я не Совершаю Право Нарушения Ну Подумаешь Тихий Полоумный Ладно А Если Агрессивничать Начну То Свяжут И Все Поэтому И С Патентным Правом Патентного Права Пришел Интернет И Необходим Сервер Ну Нужна Народная Лаборатория Народное Телевидение Народный Реестр Депозитарий В который Ты можешь Внести Свою Интеллектуальную Собственность Озвучить Ее В прямом Интернет Эфире Изъявить Свою Воле Изъявление Предложить Гражданам Вступить В права В совладении Этим Патентом И Сервер Располагается Допустим В Нотариальном Бюро То есть Сервер Можно Внести Информацию А Зачеркнуть Что-то Нельзя И Таким Образом Каждое Сообщение Нотариально Подтверждается И Избавить Изобретателя От Патентного Права Потому что Патентное Право Во-первых Оно Очень Узкое Оно Располагает Но Оно Создано Во-первых Для коммерции И В каждой Стране Его надо Зафиксировать И для Поддержания Оно Стоит Денег Там Каких-то И Достаточно Немалых А если Человек Плодовитый Патентов Много С ума Сойдешь Во-первых Их ввести Документы Обороты И по Финансам Это все С ума Сойти Поэтому Мне видится Что это Должно Фиксироваться На Государственных Нотариальных Серверах Где люди Имеют Возможность Воле Изъявить Если это Дистанционно Лично Зафиксировать Свою Личность Визуально Электронным Способом И оставить Свою Информацию И Таким Образом Пока Будет Жива Цивилизация Все Поисковые Системы Будут Отвечать Что Подобные Идеи Или еще Что Был Вот этот Человек Вот где Хранится И так Далее Я полностью Согласен Что Патентная Патентная Система Это Элемент Сбора Разведданных Вот так Вот Ёмко Знаю ли я Это Да Я так Считаю Что Патентная Система Особенно В Российской Федерации После СССР Превратилась Высокотехнологический Инструмент По сбору Разведданных Ну что ж Все вопросы Из чата Мы выбрали Так что Наверное Логично Было бы Подвести Иток Сегодняшней В нашей встрече У нас Есть такая На мой взгляд Хорошая традиция Которая Гласит Следующее Говорящий То есть В данном случае Ты желает Что-либо доброе Вечно хорошее Тем кто Его слушает То есть Нашим радиослушателям И естественно Тем кто тебя Смотрит по Видеоканалу Пожалуйста У тебя есть такая Возможность Подвести итог Ты можешь сказать Просто добрые слова Можешь Какую-то Заготовленную речь Как это часто При вручении Оскара Выходит на сцену Говорят Пожалуйста Представляйте микрофон Для этой важной Минуты Слава Добрые слова Добрые слова Что У нас есть возможность У нас с вами Есть возможность Избавить Сердца Миллионов людей На планете От страданий От горя От страха Миллионам Мы можем помочь Понять В чем смысл жизни Дать предпосылки Чтобы они задумались Хотя бы в этом Нести светлые Добрые Прекрасные И чем больше Эта информация Будет расходиться Тем Выше вероятность Создания Предпосылок Скорого Изменения Преображения В мире В целом И в частности В наших Наших судьбах Единицы людей Изучая историю Оборачиваясь назад Можно видеть Что единицы людей Двигали цивилизацию Вперед Как правило Этих единиц людей Современники Затаптывали По тем или иным причинам Сейчас Когда у нас есть Уникальная система Интернет И мы имеем Возможность Доступа К базам данных Мы можем Это дело Анализировать Изучать Обобщать Делать выводы Прибегать К помощи Сторонних Экспертов Специалистов Призываю Проявить Разум Которым Мы Наделены Проявить Разум Проявить Разум Все Спасибо Хорошо 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 Ну что ж В заключении Я подвожу Сегодняшний наш эфир Своей тоже Какой-то репликой На мой взгляд Каждому из нас Пришло время Осознать Что все В этом мире Зависит Только От нас И более Не от кого От каждого Из нас Все Зависит В этом мире Потому что Мысль Как известно Материально Как вы мыслите То вы и получаете Что вы получаете Тем вы и пользуетесь Если У вас Это сложилось Значит вы уже Или на пути К тому Чтобы становиться Человеком Или вы уже Человек А это меня Очень сильно Радует Радует То что Появляются В наших эфирах Люди Которые Пытаются Достучаться До Тех Кто еще Может быть Дремлет Кто еще Может быть Что-то не осознал Может быть Даже если Кто-то считает Что ну вот В очередной раз Нам говорят Какие-то прописные Истины Да Может быть Истины Иногда и прописные Может быть Иногда информация Не столь Интересна Как бы вам Этого хотелось По заявленной В анонсе Теме Может быть Я не знаю Может быть Вы уже переросли Это все Но Я уже неоднократно Замечал Что даже В таких моментах Когда вы что-то Уже в большинстве Знаете Бывают такие вот Лучики проскальзывают Которые вас Сподвигают Еще на какие-то Действия На какие-то Размышления А если Это происходит Это означает То Что вы Продолжаете Развиваться И это означает Что наша встреча В очередной раз Была не просто так И привела К какому-то позитиву Напоминаю Сегодня у нас 11 октября 2016 года Вторник По одному Из современных Календарей По одному Из старин 21 день Месяца Божественного Начала 7525 лета Пятница Мы говорили Про благо Для каждого И искали Путь выхода Из цивилизационного Тупика Вот через это Благо для каждого А рассказывал нам Про все это Автор-соведущий Ярослав Старухин За что Ему низкий поклон Желаю добра В ему В личной жизни В его Изысканиях В разговорах С интересными И полезными Людьми И побольше Чтобы нас радовал Своими интересными Роликами Своими Поездками Которые Позволяют Помочь Что наверное В этом мире Не все так плохо Как нам кто-то Это пытается Донести Рассказать И есть К чему стремиться Есть на основе Чего Размышлять Мыслить И главное Самое Есть Куда Двигаться Вот на этом Я с вами Прощаюсь Желаю Всего Самого Доброго С вами Был Алексей Архан Народное Славянское Радио Все нужно Все важно